Вижу, добавляются люди. Всем привет. Мы всех пустили. Всем привет, привет, привет. Если меня видно и слышно, если вы сегодня с нами заряжены позитивом, поставьте плюсик в наш чат, чтобы я видела, что со связью у нас все хорошо. Хорошо. Отлично. Спасибо, Валерий. Вижу плюсик. Сергей, спасибо. Вижу плюсики. Отлично. Тогда начинаем. Итак, меня зовут Пальянова Александра. Я менеджер проекта Sibur Digital Community. Это сообщество, которое я организовала сегодняшнюю конференцию. Наша конференция «Визуализация данных». Сегодня у нас третий день. Если вы были на первых двух днях, поставьте какой-нибудь смайлик, как вам понравилось, как вам наш контент, как подборка полезного, интересного. Отлично. Вижу. Вижу пальчики вверх. Спасибо. Стараемся для вас. Если вы видите, как можно сделать наши ивенты интереснее, пишите мне. Мои контакты вы можете найти. И сейчас будет на слайдах в презентациях. Также вы можете написать и тегнуть меня в чате Пальянова, в Телеграме. Пишите смело, предлагайте идеи. Сегодняшний день уникальный. Он завершающий третий, но не последний. Мы уже сейчас видим, что тема получает отклик. И спикеры готовы уже участвовать дальше и больше. И разворачивается все это, конечно, уникально и интересно. Поэтому обязательно следите за анонсами. Обязательно приходите к нам. Вижу единички. Если вы первый раз, поставьте единички. Будет очень интересно узнать, кто же у нас первый раз. Вижу единички. Если вы готовы поделиться вашей должностью, вашей компанией, пожалуйста, также напишите в чат, откуда вы, как давно, как визуализация данных вообще соприкасается с вашей жизнью. Будет очень интересно увидеть средства аудитории. Мы, конечно же, знаем, что вы регистрировались. При регистрации многие, спасибо вам огромное, указываете вашу должность, вашу компанию. Нам это очень важно, потому что мы видим, какая аудитория. Пробуем дальше как-то подстроиться под эти интересы. Итак, начинаем. Немного правил нашего сообщества. Мы здесь, в сообществе Seabour Digital Community, мы про цифровизацию. В промышленных компаниях, в индустриальных. Все, что касается цифровизации, мы об этом и создаем ивенты, круглые столы, дискуссии. Общаемся в канале, в чате, пробуем и исследуем все, что касается цифровизации. Второе. Мы делимся живым, прикладным опытом. Конечно, иногда хочется какой-то контент чужой поделиться, но приветствуется именно свой опыт, свое мнение, свои комментарии. Третье. Мы общаемся уважительно и неформально. Четвертое. Мы равны. Каждый может выйти с инициативой, каждый может предложить идею, тему, озвучить свой запрос. Поэтому милости просим, добавляйтесь, проявляйтесь. Итак, Sibur Digital Community – это сообщество для обмена опытом идеями под цифровизацией. То есть это сообщество диджитал-профессионалов, которые как раз и изучают все, что касается цифровизации в промышленности, в индустриальных компаниях. Нас уже очень много. Как вы видели в канале, нас уже больше тысячи. И компаний уже больше, чем 300. Часть логотипов, часть компаний, которые уже с нами, вы видите сейчас на экране. Мы с удовольствием и рады пускать спикеров, общаться, делиться своей экспертизой из разных компаний. Конечно, отдаем приоритет промышленности и другим индустриям. Пожалуйста, следующий слайд. Если вы вдруг каким-то образом, ну, наверное, это вы смотрите в записи, вы не знаете про наш канал и чат, это две разные сущности. То есть есть канал с полезными анонсами, с рассылками, есть чат, где вы можете между собой общаться, где вы можете задавать вопросы друг другу, нам можете задавать вопросы. Это две разные площадки. Добавляйтесь туда и туда, обязательно следите за нашими новостями, анонсами и контентом. Вот вы видите сейчас как раз на экране мои контакты. Меня зовут, напомню, Пальянова Александра. Я менеджер проекта Sebor Digital Community. Также у нас есть Павел Доронин. Вы его видели в первый день. Он делал. Также у нас есть Ксения Жарская. Она всегда с нами. Наш любимый тоже член команды. Спасибо огромное за техническую и другую помощь. Ксюша, спасибо тебе. Следующий слайд. Как я уже сказала, мы готовы повторять. Вот правда. Получилось так, что мы хотим продолжать. Уж не знаю, это будет осенью или почему-то не открывается Zoom с компьютера. Попробуйте, да, отвлекаясь на комментарий, попробуйте, есть возможность, во-первых, смотреть трансляцию прямо в Телеграме. Мы стараемся делать, то есть дублируя прямо в Телеграм-канале. Вы можете открыть, вверху кнопочка присоединиться или вступить и смотреть все то же самое там. Или вы можете, пишет совещание, не началось, проверьте ссылку, проверьте ссылку, потому что по той ссылочке, которая есть, которая в анонсах, которая последняя, должно быть все, все должны, 35 участников. Сейчас технически проверим, конечно. Ксюша, если что, помоги нам, если кто-то не может помочь, чтобы все могли зайти. 35 человек у нас уже, так что я думаю, что нужную ссылку, если что, обязательно найдете. Итак, дальше. Ксюш, помоги, пожалуйста, ссылочку кинь актуальную на Zoom. В этот чат, в Zoom. Чтобы дальше могли, кто не может попасть, чтобы участники могли присоединиться. Итак, продолжаем. Сегодня у нас первым спикером Максим Коровин. У нас сегодня два Максима. Максим, я попрошу включиться, рассказать вкратце, как ты пришел в эту тему, почему именно эта тема тебе интересна, может быть, немножко каких-то историй или бэкграунда вообще, почему ты этим занимаешься, почему занимаешься и вообще в анализе, в данных, в цифровизации, в этой теме. Тебе слово. Да, ну, здесь есть два направления, скажем так, почему визуализация, почему тема называется, там, сферовой консалтинг. Начнем с первого, там, свою карьеру, скажем так, я начинал с того, что разрабатывал имитационные модели, как внешний консультант. Имитационная модель такая штука, которая позволяет приложить в компьютерную программу логику поведения любой физической системы. Например, там, железнодорожной станции или работу склада. Это мощнейший инструмент, который позволяет, ну, крутые решения принимать, крутые инсайты в процессах находить. Узкие горлышки, шероховатость, подразвитие считать, будет ли там хватать мощностей, считать инвест-проекты. Так вот, этот инструмент мощный и внутри, ну, довольно сложный при создании модели, будем, большого объекта. Ну, вот, внутри там заложена логика, все реализуется на Java, строятся какие-то блок-схемы процессов. И вот, когда ты приходишь на презентовать свой результат, всем, в общем-то, не очень важно, что у тебя под капотом, и ты там можешь очень классные технические там манипуляции производить. Но вау тебе скажут, когда увидят, как вагончики двигаются в 3D виде, в 3D модели, будет тикать время, и человек будет сидеть и говорить, а, блин, да, точно, это совпадает с моим процессом. То есть, отсюда мы делаем вывод, что визуализация – это, в общем-то, способ донесения информации, и визуализация – это не про картинки, это про больше логику. И вот здесь мы приходим к понятию консалтинг, вот что такое логика. Визуализация позволяет нам решить проблему заказчика. Вот я здесь буду говорить про то, как мы оптимизируем с помощью дашбордов сценарии принятия решений. Вот, решения, сценарии принятия решений, направленные на растворение проблем заказчика. Ну, это, в общем-то, и есть консалтинг. Ну, я могу перейти к докладу, я думаю. Да, экран видно? Да. Отлично. Так, ну, напомню, да, что я являюсь владельцем продукта в Sibur Digital. Продукт у нас – дашборды по управлению типами поставок и логистики. И немножко поговорим о том, что такое компания Sibur. Sibur – компания сложная, распространенная по территории. У нас 28 площадок производства. Продукцию мы реализуем в 90 стран. Пардаш, большое количество SKU и большое количество складов по цепочке. То есть цепочка сложная как и технологически, так и сложная цепочка поставок, сырья и распределения готовой продукции. И на логистику в этой типе поставок приходится порядка 18-20% всех затрат. И в такой сложной цепочке давайте немножко посмотрим, как принимаются решения. Вот здесь представлен классический цикл DMAIC PDCA, цикл результативности оперативной, операционно-тактическом уровне, уровня логистики. И цикл эффективности Change на тактико-стратегическом уровне управления цепями поставок. Проще всего будет начать понять, проследить цепочку принимаемых решений для того, что происходит в логистике. Начнем вот с фазы do в операционно-техническом, тактическом уровне в ране. Вот у нас есть выполнение перевозки. Перевозка может завершиться, завершается там событием. Машина, например, доставлена клиенту. И событие может быть негативным, машина опоздала, позитивно, машина пришла вовремя. Соответственно, мы эти события фиксируем и проверяем, а как у нас вообще, нормальная ли у нас ситуация. Не перегрузили ли мы склад, не встали ли машины в очередь, хватает ли нам машин, к примеру. И поняв, какая у нас ситуация есть, мы, собственно, принимаем, актуализируем действия свои дальнейшие. Например, закрываем склад или привлекаем эти дополнительные машины. И дальше, исходя из этого, планируем, что мы будем делать дальше. Уже на следующий день планируем с другой мощностью. То есть, склад мы закрыли, значит, завтра машина принимать не будет, или будет принимать меньше, или, наоборот, больше. В общем, корректируем свои действия под сложившуюся ситуацию. При этом мы передаем, как только мы выявили какой-то разрыв в цикле рана, мы передаем сигнал обратной связи на тактико-стратегический уровень. Говорю, у нас здесь разрыв. Наверное, что-то можно с тактической точки зрения в процессе полечить. И вот у нас идет эта стрелочка, значит, в связующие два цикла. И мы ищем причины отклонений, проводим какой-то факторный анализ, ищем зоны ответственности, грубо говоря, кнопки, на которые нам надо нажать, чтобы процесс на тактическом уровне полечить. Может быть, нам нужно законтактовать какого-то перевозчика отдельно. Разрабатываем как раз план оптимизационных мероприятий. Перестраиваем логистическую сеть, перестраиваем контракты и настраиваем мониторинг, что мы что-то поменяли на тактическом уровне, давайте подизменим наши ключевые показатели эффективности. Дальше контролируем на фазе межа, насколько принятые оптимизационные мероприятия, разработанные и внедренные, полечили ситуацию. И передаем, транслируем тактические планы на оперативный уровень. Ну, в общем-то, все эти решения крутятся вокруг визуализации каких-то показателей. Нам нужно понимать, то есть принятие решений в такой сложной цепочке поставок требует сквозной цифровой поддержки. Эта цифровая поддержка оказывается агрегацией актуальных данных и помощью принятия решений с помощью эффективной структуры дашборда. И вот мы приходим к непосредственно нашему продукту дашборда логистики. Единая платформа, автоматизирующая сбор данных, индикацию проблемных зон, расследование причин и разработку планов действий. Видение наше, такой слоган, это пришел на дашборд с вопросом проблемы, вышел с дорожной карты решений. Соответственно, для этого мы хотим обеспечивать экспертов логистики от операционного уровня людей, которые отвечают за конкретный склад, заканчивая директорами по логистике и курирующими членами правления. Мы хотим обеспечивать актуальными данными и в идеале автоматически формируемыми рекомендациями к действиям. Что конкретно? То есть не только показываем, где проблема, но и стараемся рассказать, как эту проблему полечить. Понятно, что компания любая коммерческая ориентирована на увеличение прибыли и беды. И, в общем-то, дашборды покрывают у нас как проблемы или зоны роста в области увеличения выручки, например, казалось бы, логистика не про продажу, но логистика – это про сервис. И, собственно, этот сервис можно дополнительно продавать. Например, срочную отгрузку. И на дашборды мы, собственно, выводим монетизацию по такому дополнительному сервису. Плюс показываем показатели типа on-time and full. На глобальном у нас в логистике есть два противоборствующих плеча. Это затрата и сервис. И вот отив, как раз это доля машин, пришедших вовремя, доля заказов, выполненных в полном объеме, увеличивает там при большом значении, соответствующем ожидании клиентов, выручку. Ну и затраты у нас в блоке. Здесь это склады, автомобильная логистика и железнодорожная мультимодальная. Ну, соответственно, все затраты связаны с хранением, привлечением транспорта, движением, доставкой. Тоже залетает к нам на дашборды. И в дорожной карте продукта можно выделить, скажем так, несколько этапов. Первый, с чего мы начинаем, это разрабатываем, так сказать, MVP с основными ключевыми показателями эффективности, основные сценарии принятия решений, базовый какой-то drilldown, что у нас есть отив, такой-то процент, 90%, вот 10% машин опоздали. Какой-то базовый план-факт-анализ к некому статическому плану, что мы запланировали в начале месяца привезти 100. Вот мы привезли 120 или там 80. Все, план у нас в процессе не меняется. Уже такой продукт дает первый, так сказать, enabler-эффект, потому что появляется прозрачность, появляются актуальные данные. То есть если раньше у нас было 150 ручных отчетов, ты заходишь в какой-то отчет, видишь, что там диапазон сводной таблицы никогда не менялся, а значит, не все данные попадали в аналитику, а значит, решения принимались неправильно. Конечно же, когда ты стандартизуешь агрегацию получения данных, проверяешь это, ты уже получаешь более актуальные данные, чем раньше, и за счет этого принимаешь лучшее решение. Получаешь небольшой эффект. Сейчас мы показываем, что с помощью дашбордов несколько есть статей, можно получить там 40 миллионов рублей в год. Офикс сокращение. Дальше мы эту тему развиваем, дашборды развиваем в сторону полноценной платформы, где можно принимать более качественные решения. Мы добавляем динамические планы, то есть не только те, которые мы там на начало месяца имеем, но в процессе у нас ситуация сильно меняется. И план, соответственно, меняется, и мы его тоже вставляем, и человек уже может принимать более частые, скажем так, управляющие воздействия осуществлять на процесс, в виде, что он отклонился от операционного плана. Дальше мы можем выстраивать в базе дашбордов полноценный Control Tower, когда мы регистрируем негативные события и даем возможность с помощью дашбордов прямо воздействовать на конкретный объект. Мы увидели на дашборде, что у нас склад в ближайшее время, согласно динамическому плану и актуальной мощностью будет перегружен, значит, надо закрыть его для приема машин и, например, расследовать, а почему же так произошло. Для этого мы там реализуем в том числе автоматический факторный анализ, что вот у нас машины встали в очередь, их пришло слишком много, потому что там на 50% их больше запланировали, чем нужно. 20% перевозчики долго ехали, это опоздавшие машины с предыдущих, скажем так, дней. Ну да, а еще там сколько-то процентов, третьи причины. Когда мы эти причины видим, мы сразу можем, ага, вот эти вот ребята опаздывали, вот такие-то экспедиторы, ну, значит, давайте там их штрафовать или по-другому как-то воздействовать, чтобы эту ситуацию исправить. Дальше мы начинаем прикручивать вообще космические модули типа оптимизатора. То есть прикручиваем модули продвинутой аналитики. Например, оптимизатор складской сети. Сейчас там в компании работает система календарного планирования Quintic, которая говорит, в какой момент, в какой день, сколько подвести, на какой склад, но не говорит она, какой склад и где открыть. Ну, такую штуку можно тоже считать. Можно делать оптимизатор выбора загрузки контейнеров. Сейчас решение о том, какие контейнеры подать под погрузку, принимается вручную. Но этот процесс алгоритмизуем. Ну, конечная цель, это, конечно, частичная оптимизация принятия решений. Не пишу здесь сознательно полное. Вряд ли это возможно в обозримой перспективе. Кто бы ни говорил про, так сказать, искусственный интеллект. Но принять автоматически решение, что этот склад нужно закрыть, исходя из того, что система видит, что у него машин много, автоматически, наверное, можно. При условии, что рекомендация, выданная, будет... Мы проживем некоторый период времени, и у нас накопится статистика, что ее часто принимают. Если ее в 99% случаев принимают, наверное, можно и без участия человека ее оправить. Да. И какая же формула у нас полезных, эффективных дашбордов? Видится, что есть три основных столпа, на которых такие успешно прижившиеся, эффективные дашборды и результативные держатся. Столб бизнеса, взаимодействие с заказчиком, с экспертами процесса. Столб команды, где мы поддерживаем мотивацию, где мы эффективно планируем свою работу. И, естественно, столб техники, когда мы, собственно, эффективно реализуем то, что хочет заказчик быстро, качественно, чтобы это не разваливалось. По стечению времени. И в основе каждого из столбов фундаментом служит грамотная структура и доменная экспертиза. Вот этим двум понятиям я посвящу большую часть, скажем так, доклада. То есть мы видим, что на вход у нас есть пожелания заказчика. Начнем с столба бизнеса. Эти пожелания часто разрозненные, прилетающие хаотично от разных людей. Нам нужно грамотно структурировать, выделить, например, домины по процессу. У нас большая цепочка поставок. Можно выделить там домины, например, по модели SCORE, Supply Chain Operations Reference Model. Ну, какие-то использовать фреймворки для структурирования. Дальше, если мы наложим на эффективную структуру доменную экспертизу, доменная экспертиза – это в данном случае знание потребности, знание и понимание языка заказчика. Пришел и говорит, хочу факторный анализ оборачиваемости или факторный анализ отив. Для стороннего человека эти слова ничего не значат. Ну, для человека, обладающего доменной экспертизой, все сразу понятно. Причем открывается сразу окошко, целый мир сразу открывается, а что нужно сделать, откуда получать данные, какие. Это позволяет эффективно проводить аудит процессов. Мы понимаем, чего заказчик хочет, наводящие вопросы ему задаем, довольно детальные. А вот это вы учитываете, он-тайм у вас только или инфу только, какие-то такие вещи. Когда человек, заказчик понимает, эксперт, что ага, ребята-то шарят, похоже, в процессах, мы получаем доверие заказчика-эксперта. В этом случае у нас есть уникальная и шикарнейшая возможность самостоятельно генерировать спрос. То есть, проводите тот самый консалтинг, говорите, ребята, вот прикольно у вас процесс принятия решения сейчас вот такой и такой, а ведь можно его немножко по-другому построить. А мы уже имеем доверие, мы уже показали, что мы тоже эксперты в области, и к нам начинают прислушиваться. И в этом случае мы можем принести, во-первых, больший инкремент, во-первых, инкремент быстрее принести. Что касается столпа команды. Значит, здесь пожелания заказчика мы, то есть мы их структурировали, разбили по блокам, высадили там аналитиков по отдельным этим блокам, сказали, то есть определили четкие правила, определили ритуалы внутри каждого блока и в целом, как команда должна работать. От этого у нас стал бэклог прозрачный, его легко управлять, и вокруг управляемого прозрачного бэклога у нас строятся эффективные ритуалы, на которые мы тратим минимум времени, получаем максимум эффективности. При наличии доменной экспертизы у нас складывается ситуация, что заказчик как будто бы всегда в команде. А это отличный, это отлично, потому что мы можем получать, мы можем понимать, на правильном ли мы пути, в общем-то, постоянно сами себя сканировать. проблема многих проектов, что заказчик не вовлечен, и от этого все умирает. В случае, если у нас есть доменная экспертиза, мы вот эту боль, отсутствие заказчика-эксперта, можем частично полечить. Не знаете, что мы можем уйти в отрыв и вообще проект сделать для заказчика немножко не так, но вот это вот неполное, недостаточное вовлечение мы можем компенсировать. У нас есть понимание области, у нас заказчик, мы сами понимаем, что нужно, а значит, у нас есть ориентация на эффект. Если она есть, то мы эффективно приоритизируем задачи и начинаем вот вместе с эффективными ритуалами, если это у нас сложилось, то мы опять же начинаем шикарную вещь, получаем шикарное преимущество, это самостоятельное управление бэклогом. Снижается количество ситуаций, когда приходится и кача говорит, вы тут все вообще неправильно делаете, переворачиваете бэклог вверх, дно, и я вам не заплачу за потраченное время. Таких ситуаций становится меньше. А раз меньше, то и мотивация команды возрастает. По крайней мере, не падает. про технику. Мы также эффективно, используя эффективную структуру, мы можем структурировать pipeline разработки. В какой момент кто что делает, а кто там ждет, а кто что-то уточняет, а не разрабатывает. Если у нас есть доминная экспертиза, мы можем, мы понимаем, мы можем тестировать свои разработки собственно нон-стоп. То есть значительная часть времени реализации проекта это тестирование. Разработать быстро что-то, разработать какой-то MVP это быстро, а вот довести его до настоящего продукта это те 20%, которые растягиваются на 80% времени. А в случае доминной экспертизы мы сразу видим, ага, тут вот в данных в этом столбце написано накладная, у нее какой-то номер из трех цифр. Это хорошо или плохо? При наличии доминной экспертизы мы сразу понимаем, не, блин, это не номер накладной, это что-то другое. Наверное, мы что-то не то взяли. А потом видим, оборачиваем, что у нас 100 получилось, это хорошо или плохо? Не, бенчмарки говорят, что должна быть 20. 100, наверное, что-то не так. Надо пересчитать, проверить. Также это позволяет нам доминной экспертизы опять же эффективно отрицовывать эскизы, потому что мы понимаем сценарий принятия решений и, в общем-то, проектируем иногда заказчик даже то, о чем он не догадывался, что он этого хочет, а на самом деле хочет. Ну, соответственно, это позволяет нам ускоренно разрабатывать, тестировать наш продукт. Вот, интересно, я бы хотел здесь вопрос аудитории задать, насколько это находит отклик у вас, может быть, я что-то забыл или не учел или неправильно вообще говорю, кто-то поспорить хочет или поделиться, может быть, опытом своим продуманную экспертизу, эффективную структуру. Дорогие участники, пишите или в чат, или, может быть, даже голосом. Давайте я тогда чат прочитаю. Интересная тема про создание спроса. Попробую реализовать у себя создать образ эксперта. Это Кузьминов, Артем. Отлично. А в какой области Артем работаете, если не секрет? Очень интересно. Так, ну хорошо, давайте попробуем дальше по этим. Значит, дашборды у нас поговорили, какая формула их построения. Немножко поподробнее про эффективную структуру. Дашборды нужны для рассказа историй. Такая известная поговорка. Ну и понятно, что неэффективная структура эту историю рассказать не позволяет. Или позволяет, но довольно непоследовательно. Вот на вход, скажем так, в проект мы имели дело, во-первых, с бэклогом будущих разработок с нуля, имели еще некоторые, имели дашборды, которые были разработаны ранее. Вот один из них по утилизации складов и складским остатком. И здесь мы видим, что если его пробовать прочитать, то последовательные истории у нас не очень-то сложатся. Мы видим, что у нас какой-то сущности, видимо, паровода группы складов хранится 24 миллиона тонн, при этом части мы вообще не видим групп складов, скажем так. Непонятно, то есть здесь у нас внешний и внутренний, почему в два разных столбца, а что такое черточка, значит, видимо, какой-то план, а может быть ограничение, не совсем понятно. И если копнуть глубже, то становится понятно, что такой способ скрывает на самом деле проблему. У нас суммарная мощность, у нас проблема есть, это мощность не должна превышаться, рабочая, при этом если мы просуммируем, то это средняя по больнице. и проблема на самом деле внутри может быть, мы ее здесь не видим. Зачем этот график, не очень понятно. И оно все так здесь. По регионам опять остатки против некоторой мощности, при этом нам что нужно, нам то ли процент нужно понимать, а как его отсюда вычинить глазами, посмотреть, не совсем понятно. Дальше распределение складов, процент, утилизация резервы. То есть есть на складе максимум превышать который нельзя и минимум превышать который нужно, иначе мы теряем деньги. И видим, что мы меньше 100% как раз проблема находимся 1952 дня. Это как? А выбранный период у нас с 01 полгода, а тут 1952 дня, а вот это зачем тогда нижнее? Не совсем понятно. Ну склады, по складам понятно, что здесь что-то хорошо, что-то наверное не очень, что конкретно, но здесь можно прочитать к этому меньше вопросов. Мы немножко посмотрели на это по-другому, сделали вот такой визуал, то есть нужно понимать, что есть переваривающая способность у людей по объему визуала, объему цифр, которые на одном экране. Она у нас сложилась достаточно высокая у экспертов, поэтому таблички им читать они умеют и другого пока не принимают, а другое на самом деле здесь может быть и не нужно. И казалось бы, то есть что мы поменяли? Нижний блок остался такой же сверху накинули две матрицы и рассказываете правительную конференцию. На самом деле здесь внутри для понимающего человека бизнес-процесс все сильно поменялось. Теперь он может приходить с этим экраном на совещание, заходить сам и прям читать его как с листа, на котором написан текст для оперативки. Читать следующим образом. Здесь мы при построении, при проектировании структуры используем лучшие практики типа миссии, мучил эксклюзив коллектив экзостив и принцип пирабида минта, что мы сначала описываем ситуацию, потом задаем вопрос, на который хотим получить ответ. Довольно простые вещи и они превращаются вот в такой рассказ, что у нас ситуация, компания теряет 2,5 миллиона рублей в месяц. Почему? Потому что 9% в дни остатки на складах опускаются на 32% ниже резервы. Там как новостная сводка. Кроме того, другие склады у нас работают со сниженной эффективностью из-за того, что они перегружены на 14%. По каким направлениям? По таким-то склады дирекции базовых полимеров. А проблема эта давно существует или только появилась? Уже две недели назад и еще продолжит усиливаться, потому что мы показываем на одном экране можно посмотреть не только прошлое, не только настоящее, но еще и будущее время, потому что мы выбрали будущий период и увидели, как у нас змейка остатков будет меняться в будущем, исходя из актуальных планов. Дальше. Ну хорошо, у нас какие-то потери платы за воздух, потери в рублях и какая-то косвенная неэффективность из-за перегрузов. Можем понять, по каким конкретно складам, а дальше основной вопрос, как проблему решить? Ну, здесь мы предусматриваем такую связность между снабжающими складами и потребителями, поэтому можно выбрать проблемный склад, например, потребитель, увидеть, что он недозагружен, наверное, стоит на него остатков подогнать, чтобы деньги не платить. Два варианта, либо контракт изменить, но это тактическое решение, либо там более оперативные с внутренних складов, за которые мы и так платим, а не наши, но платим фиксировано, перераспределить на внешний за которые мы платим переменную какую-то ставку. Ну, то есть, выбираем склад и видим, с каких можем его снабжать. Видим, сколько там ему нужно заполнить, сколько нужно переконтрактовать, чтобы перестать, на какой объем нужно переконтрактоваться, чтобы перестать терять деньги. При этом мы предусматриваем так называемую ротацию метрик, когда у нас есть на одном дожбарде набор одинаковых матриц, скажем так, разрезов, в которых мы хотим видеть проблематику по разным показателям, есть вот этот набор показателей, выбрав который мы можем, скажем так, перемещать выбранный показатель горизонтальный, а весь дрилдаун у нас будет под этот показатель пересчитываться. В данном случае у нас есть процент использования пропускной способности календарный, есть пиковый, есть просто объем. И там выбирая каждый из них у нас все пересчитается под выбранный показатель. Как же эту эффективную структуру строить? Ну вот так уж получилось, что мне нравится фреймворк бережливого производства LIN и 6SIGMA и производственной системы. Просто потому, что они до безумия логичны и являются собой квинтэссенцию здравого смысла. Вот у нас есть, мы проводим аудит процессов и выявление разрывов. ищем узкие места, фокусируемся на потерях. Потери у нас могут быть трех видов. Потери муда, мура и мури, прямые, например, недогруз склада. Когда мы законтрактовали тысячу тонн хранить, храним 800, а за 200 тонн все равно платим. Потери, связанные с неравномерностью, что склад работает то на пиковую мощность, то на сниженную и, собственно, оплатим-то мы за пиковую мощность. Потери при производстве, когда мы перегружаем склад, он начинает в проходах хранить продукцию, снижается его пропускная способность и мы рискуем не выполнить обязательства перед клиентами по-английски. Проектируем целевой процесс принятия решений. Задаем экспертам 5 почему, 5 зачем, то есть 5 почему вы так делаете и 5 зачем вам эта метрика. Особенно про метрики, если задать вопрос 5 раз почему, точнее, зачем, то на 3-й, 4-й часто не находятся ответа, в итоге метрика не нужна. Мы, когда приходили в исходный, увидели в первый раз Legacy дашборда, там была метрика, например, количество складов по укропненным, типа наших, не наших, количество складов. При этом оно не так часто меняется и какое управленческое воздействие можно сделать, зная, что у нас там 16 складов, плана никакого нету по этой теме, может быть особо. А зачем это показывать тогда? Ну, зачем, 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 и в итоге метрика не нужна. А какая нужна? Опять почему задаешь, и понятно, какие решения должны приниматься на базе каких метрик. Вот, соответственно, мы проектируем дерево ключевых показателей эффективности, связанность между ними, потому что если мы целимся, так сказать, в Control Tower, то мы должны прийти к ситуации, когда у нас оперативное событие, негативное, например, опоздание машины, сразу может быть выражено в деньгах в идеале наебеда. У нас не все так радужно, можно сразу сказать, но мы к этому стремимся. Соответственно, мы спроектировали, поняли, какие решения принимаются, спроектировали дерево и структурируем сценарий работы с дашбордами, ну, вот, например, по фазам цикла Mike DCA, которые были на слайде втором, и, так сказать, структурируем по видам анализа, что у нас есть р-перспектива, есть факторный анализ, есть какая-то оперативная работа. Есть разные горизонты, оперативные, сменосуточные и тактические. И это полезно понимать ту работу, которую мы делаем, к какому блоку этой матрицы относится, нужно для того, чтобы, может быть, отдать реализацию той или иной доработки не на уровень дашборда, а на уровень локальной системы. Потому что зачем дашборды операционной работы на оперативном уровне, если есть система диспетчерская, в которой люди работают. При этом они приходят и говорят, а мы хотим вот это видеть. Ну, так вот, идите к локальной системе и там доработку делайте. Хотите, мы за вас напишем заявку на изменения. Можем вас подстраховать как-нибудь временно, но целевая картина будет именно такой. Это будет реализовано на стороне локальной системы. Ну, соответственно, дальше мы входим в цикл инкрементальной разработки. Ну, понятно, что об этом инкременте нам говорит Scrum, ну и задолго до говорил Казе. И идеальная ситуация для разработчика дашбордов, когда его детище используется на так называемой гембе на комнате сменно-встречных собраниях, в цехах, где люди непосредственно влияют на физический процесс. При этом это может быть не только гемба оперативная, но и ритуал S&OP по тактическому стратегическому планированию работы компании. Теперь поговорим про может быть вопросы есть или замечания какие-то. Спросить что-то, что-то непонятно. Табло. Максим, обязательно если спрашивают, я вижу, что вы по голосам лучше вопрос читаете. Power BI. Нет, у нас не Power BI, у нас табло. Так, хорошо. давайте дальше. Да, про доменную экспертизу. Ну, здесь, так сказать, размышления на тему, как выглядит процесс при наличии доменной экспертизы и при ее отсутствии. При отсутствии доменной экспертизы и с пассивным подключением заказчика процесс выглядит разработки, проект. Начинается с написания функциональных требований, причем эта стадия, это такая боль. ФТТ надо сначала написать, потом много раз согласовать, оно согласовано не будет, много раз будут уточняться требования, потом хорошо мы пойдем как-то прототипирование, в принципе, эта фаза не зависит от доменной экспертизы практически. будем уточнять требования, при этом если мы не понимаем что мы делаем для чего, то уточнять мы их будем долго, будем вызывать раздражение и все равно будем итеративно разрабатывать, к какому-то результату придем, и на фазе тестирования опять будет история, что заказчик пассивный, не тестирует, мы что-то сделали, ничего не понимаем, что сделали, оно как-то живет, а потом раз и умерло, и результат может быть ценный, но скорее нет. Если у нас нет доменной экспертизы, но подключение заказчика активное, ну, наверное, в ТТ мы все равно писать будем. Все равно будем уточнять требования, потому что нам передадут в ТТ, допустим, даже заказчик сам его напишет, но будем уточнять и разбираться, что же все-таки мы написали, все равно окажется, что мы друг друга не поймем, и в реализации, в портете первой возникновения сложности, и в тестировании, а вот если у нас есть доменная экспертиза, то нам никаких документов, у нас получается полноценный agile, нам никакого документа не нужно. Мы заручились доверием заказчика, совместно с заказчиком генерим спрос, то есть частично сами, там будет слайд отдельно про это частично заказчик, требования мы, так сказать, доуточняем с полуслова, понимаем, а, да, точно, вот это-то не учли, вот эту проблему, прототипировали, в принципе, так же, как и в остальных, но требования уточняем уже быстрее, разрабатываем быстрее, тестируем тоже быстрее. что ценно, вот домины экспертизы позволяют спорить с заказчиком, вам принесли, там вопрос просят что-то сделать, вы говорите, нет, вам на самом деле не нужно и аргументировать, потому что один, два, три, и складывается так, что заказчик может аргументы принять, а мы можем проложить, соответственно, более оптимальный путь к инкременту, к ценности. Понятно, что мы можем отказаться от написания ФТТ, ускорить переход от анализа к разработке, быстро, ага, поняли, схватили там хотелку, скажем так, уже, имея экспертизу, расширили ее, декомпозировали уже в требовании, быстро эти требования согласовали, пробежались по ним и пошли работать. Друг другу доверяем, результат получаем быстрее. Ускорение тестирования, да, что мы знаем бенчмарки, какой-то показатель должен быть в определенных рамках. Это снижает нагрузку на заказчика и он очень доволен. Мы снижаем вероятность ошибки в разработке, потому что можем сами тестировать и, конечно, увеличиваем добавленную ценность, потому что мы рекомендуем следить за чем-нибудь еще или по-другому принимать решение. Или предлагаем решение под автоматизацию. Это будет небольшой рассказ далее. Или там про применение инструментов продвинутой аналитики. Ну вот из размышлений на тему кажется, что команда без заказчика, без доменной экспертизы начинают с какой-то нулевой эффективности, но постепенно по мере набора доменной экспертизы эту эффективность наращивают. Команды с активным заказчиком тоже начинают с нулевой эффективности, скажем так, относительно. Быстрее ее наращивают, но выходят на какой-то стабильный уровень. И когда у нас есть и доменной экспертизы, и активный заказчик, то мы вообще начинаем на голову выше и приходим к насыщению эффективности быстрее, к максимальному своему потенциалу. Ну вот, доменная экспертиза нам позволила там это состояние пару месяцев назад, сейчас немножко уже по-другому, больше экранов, тетчбордов, но вот было их где-то 9, 3 из них мы оптимизировали полностью, предложили другие алгоритмы принятия решений, 3 мы оптимизировали частично, времени не хватало. и остальные у нас к оптимизации. Вот интересный слайд про то, как доменная экспертиза позволяет генерировать спрос. вот у нас есть структура бэклога, там 3 проекта в Jira, 19 эпиков, побольше, 129 пользовательских историй, 382 задачи, кстати, вот вчера их уже стало 555, такой юбилей со счастливым числом. и посмотрим немножко подробнее на историю, видим, что у нас там 22% это техдолг, а 78% это бизнесовые задачи, приносящие конкретную ценность конкретному человеку. при этом 40% из них мы нагенерили сами. Из тех, которые нагенерили, половина уже в работе, то есть их заапробили, остальные, остальная половина она в идеях. Значит, возможно, они будут реализованы, но чуть позже заказчик может прийти, ага, более интересно следить, там, оптимизатор подачи продвиговских контейнеров делать интересно, но это большая история, сейчас списываться не готова, немножко другие приоритеты. Это значит задача в идеях. В работе это значит мы прям выделяем ресурсы и над этой задачей работаем. Из пожелания заказчика, он, так сказать, из полезного свойства, там, такой активный подхода к проекту как к консалтинговому, к генерации спроса, что он сам начинает, то есть мы ему приносим какие-то улучшения, начинаем его челленджить, и он сам начинает сам себя челленджить, а он эксперт в своем процессе, ему вообще милое дело это делать, и он начинает тоже создавать спрос, который он бы не создал, если бы мы не начали его спрашивать. И вот он приносит 30% из бэклога, из пожеланий заказчика, это, так сказать, новые пожелания. Поподробнее про примеры, предложений, например, проектов по автоматизации продвинутой аналитики. Вот мы предложили, у нас есть блок мультимедальной логистики, в котором мы следим за движением контейнеров, где они находятся, в порту они прибыли, отгрузились, на каком судне, пришли ли они клиенту в порт назначения. Много, зачисленная часть информации есть у портов. Наверное, стоит с ними договориться об интеграции, поскольку есть знания, что у портов есть системы, какие еще порты, чем они живут, какие данные у них есть. Можно прийти и предложить. Может выяснится, что кто-то из заказчиков об этом не знал. И там, собственно, генерится проект о доинтеграции. Или предлагаем факторный анализ, заказчик приходит, говорит, вот у нас машины ездят, значит, они опаздывают, мы делали доработку сап, чтобы вносить вручную комментарии, почему машина опаздывает. При этом кажется, что часть, при раскопке данных, кажется, что значительная часть таких комментариев, на которые колоссальное время люди тратят, можно автоматизировать по статусам заявок в системе. Видно, что машина прибыла, когда, видно, что какой запас был, когда машина прибыла, можно понять, что его не хватало, тогда машина будет стоять и ждать, когда же он появится, этот запас. Можно видеть, что предыдущая машина опоздала, поэтому для текущей, которая должна была продукт привезенно отгрузить, забрать, продукта-то не было, машина опоздала предыдущая. И это можно понять по данной системе, зачем это писать, вручную, целое подразделение, создавать тратистику. Человека-дни. Ну вот, как я говорил про оптимизатор скоростной сети, про оптимизатор по подаче загрузки контейнеров. Есть еще тема интересная с калькулятором составных маршрутов. Когда человеку хочется понять, сколько будет стоить довести продукцию из пункта А в пункт Б, причем этот пункт А может быть в Тобольске, а пункт Б может быть в Австралии. Внутри могут быть разные моды транспорта. Здесь мы введем авто таким-то, здесь у нас 20 тонн, здесь у нас 40 тонн, здесь у нас по ЖД, здесь у нас море, потом опять ЖД, при этом плечи нам известно, сколько по времени прохождение плеча занимает и стоимость какая. И мы можем, собственно, давайте, раз вы такие решения принимаете, мы это посчитаем. Вот у вас данные есть. А не было спроса на это прямого. Какие-то метрики мы можем предлагать озвучивать человек. Я вот слежу за этим, чтобы мне нужно понять, накапливается остаток или нет. Не просит напрямую метрику, у нас нет такой метрики накопления. Мы ему слышим, понимаем, что это ценно и фиксируем, добавляем. Или смотрим, ага, машина радиоотгружается, вагоны там, за коэффициентом использования грузоподъемности и грузозаместимости нас не просят следить. А ведь это влияет на затраты. Грузим машину меньше, больше машин нужно, больше денег тратим. Да. Ну и в рисфакторном анализе, что интересно, то есть видим, получаем запрос на реализацию там слежения за факт затрат против бюджета или против какого-нибудь плана или там за каким-нибудь показателем типа оборачиваемости. Дальше мы видим какое-то число. Нас не просили его никак детализировать, но мы видим, что, например, оно отклоняется от норматива. А почему? А давайте попробуем факторно-анализ цепить. Пока простейший, но уже покажем, что ага, то есть покажем, как можно взглянуть, скажем так, на эти два числа по-другому. Смотреть какую-то распределительную. Давайте по челленджам зададим опять, почему, а как вы, что вы будете дальше с этими двумя цифрами делать. Как распичинку построить. И это, соответственно, тоже повышает доверие и, в общем-то, увеличивает ценность команды на проекте. Вот здесь немножко про ритуалы, как мы их организуем. Мы не придерживаемся, точнее, жестко не придерживаемся, но все-таки живем по скраму, но несколько адаптируем эти ритуалы под себя. Здесь просто тоже про взаимодействие с заказчиком. Этот слайд про ритуалы. Чем хотелось бы. То есть у нас есть большой ритуал, где нам деньги дают. Дальше у нас есть статус по ключевым вехам три-четыре месяца, где мы вот, ага, за четыре месяца сделали пять дешбордов. Еще четыре месяца. Вот еще пять дешбордов. Хотели, сделали четыре, потому что пятый был сложный. И вообще не нужно. Демо мы делаем раз в полтора-два месяца. То есть, вот почему здесь не скрам четкий, а демо там каждый спринт. У нас демо, это там для директора, вот полтора-два месяца, иногда месяц. Такое большое, с полноценной, с демонстрацией функционала. Есть спринты регулярностью две недели. Вот есть статусы. Каждую неделю с заказчиком и с основными экспертами. Есть отдельное тестирование тоже каждую неделю с основными оперативными пользователями. Ну и понятно, что внутри есть дрели. Вот чем хотелось бы, так сказать, поделиться, что вот важно, чтобы нарастить доменную экспертизу для команды. Команда должна быть постоянно. То есть если вдруг кто-то работает с подрядчиками, то, наверное, эту штуку понимает, но если кто будет, то понимайте. У нас не всегда было так. И очень плохо, когда команда через 6 месяцев меняется, а это вообще другие люди, они ничего не понимают. Все, сразу все тормозится. Про спринты. эффективно подключают подключать к спринтам старших товарищей. Скажем так, у нас есть чаптер лиды. И вот мы их приглашаем для того, чтобы они проводили ревью, делились общими практиками и вообще ребятам, разработчикам, помогали с их текущей работой. Проводим мозговые штурмы команды. Кажется, довольно простой практикой, но очень эффективной. Что мы садимся и начинаем генерить спрос. А что бы мы могли улучшить? Что мы можем предложить? Что мы на дашборд еще можем вывести? Какие решения мы принимаем? А как их начинаем челленджить свой же дашборд и предлагать какие-то улучшения? Это невероятно мотивирует команду. Ребята выходят с горящими глазами после таких встреч и у них вера в себя и вера в продукт и вера в завтрашний день. И ценность. Я как разработчик предложил какую-то фичу, ее приняли, я вижу, что она реализована, ей пользуются люди, сразу моя мотивация растет. Я не хочу не приходить на другой проект, на другую компанию. Ну, понятно, что есть репроспектива, жалуемся друг другу, плачем иногда. Интересный тезис про статусы. Казалось бы, что там спринты две недели, а еще есть статус, а еще есть тестирование. Тестирование там люди непосредственно дашборд тыкают каждую неделю. Мы там сидим как окошко для того, чтобы на их вопросы отвечать. А есть статус с крупными, скажем так, пользователями, заказчиками, менеджерами, где мы репортим, что мы сделали, какой у нас вектор, даем возможность прийти и скорректировать наше направление. А если вы не пришли, что бывает в период пиковой загрузки или отдельной дисциплиной хромает у людей вовлеченность низкая, мы страхуемся от того, что мы скажем, что вы что-то сделали. Вы ходили, мы показывали каждую неделю, а вы не ходили. Мы с этим стараемся бороться, конечно, со стороны вовлеченности, как-то рассказывать, в чем ценность дешборда. Но, тем не менее, практика полезная. Может быть, есть какие-то вопросы, или кто-то хочет поделиться лучшими практиками по своим ритуалам? Вопрос у нас в чате. Сейчас зачитаем. С помощью каких моделей оцениваете экономическую эффективность дешборда? Факторный анализ методом цепных подстановок? Второй ответ – да. Факторный анализ методом цепных подстановок. Говорю простейший. Из того блока на слайде мы еще на первом уровне. Вот из этого слайда. Где-то тут переход на этап. Поэтому у нас пока простые базовые рилдауны и базовые факторные анализы. Местами мы здесь подходим к каким-то более продвинутым вещам, но не в части факторного анализа. Значит, вопрос про каких моделей оцениваем. С помощью каких моделей оцениваете экономические эффективность дешборда? Да, на самом деле довольно простая модель. Ну, мы видим, что у нас есть плата за воздух. Дальше мы говорим, что с помощью дешборда люди начали за ней следить. Ну, соответственно, она как-то меняется. в общем-то, базовый, целевой период к базовому по плате за воздух получили эффект. Это первая часть. Тут из 40 написано 20 примерно так. Понятно, что там внешние факторы, но, честно говоря, пока непонятно, как это по-другому посчитать. Есть другая часть более, скажем так, более уверенная про монетизацию срочных заказов, когда мы видим, что есть срочные заказы, за которые мы должны получать, мы тратим по ним деньги дополнительные, но выгоды не получаем. И на самом деле, судя по тому, как люди сейчас за этим следят, у этого учета, скажем так, есть зона роста. И дашборд позволяет более актуально видеть, каким клиентам мы теряем деньги. Иногда становится открытие, что клиентам мы деньги теряем. И в этом случае такая же методика, что была такая-то доля монетизации срочных заказов, по ним мы дополнительно получали столько-то. У нас есть два драйвера, мы либо повышаем стоимость доп. услуг, договариваемся, либо мы вообще начинаем клиента заставлять платить для такую услугу. Вводим какую-то категоризацию, мы опять считаем в цельном периоде против базы. Какой-то раз причинки, что действительно наше воздействие повлияло, глубоко здесь не сидит пока что. Наверное, мы к этому попове основная разработка идет в первую неделю, а вторая по сути отдается на тестирование багфиксы, демо, релиз, ретро, планирование следующего. В итоге не всегда удобно в две недели разрабатывать какие-то крупные ощущения. Слушайте, у нас вот поэтому у нас не заканчивается спринт-демо, потому что оно иногда демо ради демо, ничего крупного особо не сделали, что-то делали, но зачем заказчику на это смотреть, если там крупного ничего нет. Поэтому внутри у нас это просто оперативное, мы две недели взяли себе для горизонта планирования детального, декомпозиции, детальной задачи. При этом даже все равно у нас на таком горизонте высокая вариативность, прилетает куча всего внутри, мы это как-то разруливаем, у нас нету жесткого правила, что мы не принимаем новую задачу внутри спринта, мы собственно понимая требования заказчика, понимая что ему нужно в итоге, обладая доменой экспертизой, гибко управляем приоритетами. иногда возникает ситуация такого врала, но в общем-то мы подключаем тогда заказчика, вместе садимся и говорим ну давайте вот так, 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 позволим. В целом нет у нас такого, что деление одна неделя это разработка вторая бакфикса, у нас все как спринт он такой однородный. Единственное в него может не попасть какая-то крупная доработка, особенно в случае доинтеграция. Спасибо, есть ли еще вопросы? Поняла, спасибо, она благодарит, спасибо, она за вопрос. Да, спасибо. Так, из интересного мы следим, как мы следим за переживаемостью. Вот один из дешбордов и у нас есть дешборд до переживаемости по статистике табло сервера, кто сколько раз заходит на дешборд. В перспективе будет и сколько часов люди проводят более развернуто. Сейчас пока просто заходы. Интересно смотреть за этим. Мы делим не просто смотрим сухую информацию, что там зашло каких-то 50 человек. Видим, что 20 из них это разработчики, а 30 это целевая аудитория. При этом целевая аудитория такая-то руководителя, а столько-то людей и такие-то они специалисты. При этом они заходили на такие-то листы больше, а руководители вот на эти. Видим, что человек зашел один-два раза к руководителям и больше не заходил. Наверное, что-то ему не понравилось. Можно задать вопрос. Ну и следим за показателями типа охвата, сколько среднее количество пользователей в день, какой процент покрытия среди сотрудников операционки и среди руководителей. И собираем периодически удовлетворенность в баллах. Проводим опросы. Сколько баллов вас устраивает дашборд и что вас не устраивает. Немножко про может быть тут бы хотелось узнать у вас как вы следите за приживаемостью. какими-то лучшими практиками поделитесь. Каким инструментом собираете статистику. Tableau Server знает в общем-то кто заходил на какой пользователь заходил на какой дашборд. Все это привязано к актив дилитере и к организационной структуре. Хочу внедрить на своем проекте много хороших внешних сервисов, но они могут не пройти информационную безопасность. Своё что-то писали. Нет, это стандартные механизмы Tableau Server. Кто-то хочет, может поделиться практиками приживаемости. Анастасия говорит, очень интересно. Спасибо, Анастасия. Можно я спрошу участников? Поставьте плюсики, кто увидел в этом для себя применимость. Не просто узнать ради того, чтобы узнать, а что-то для себя заберет в свою работу, в практику. Вижу плюсик. Спасибо, Анастасия. Есть ли ещё? Отлично, ещё есть. Спасибо. Спасибо за отклик. Нам важно, чтобы мы рассказываем то, что говорят наши спикеры, действительно было вам полезно и применимо. Спасибо. спасибо за плюсики. Я хотел голод. Да, коллеги, добрый день. Альфа-банк Беларусь. Пропали. Услышали вас самую специфическую, но мне самое полезное и интересное выступление. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел настоять немножко, чтобы кто-нибудь рассказал, как он следит за приживаемостью. Все же дашборды делают как-то с этой темой связаны. Максим, я бы поделилась, мы просто еще пока не следим за ней, пока приживать нечего. Так бы с радостью рассказала. Может быть, есть коллеги, у кого уже они крутятся в проде, действительно пользователи активно используют в Chibur Digital. Будет полезно послушать еще какие-то внешние практики. Да, именно так. нет для сбора. Спасибо, Сергей. Спасибо, Анастасия. Можно я именно по теме уже выскажусь? По вашему вопросу у нас не табло, у нас Power BI, но в принципе схожая тема. Единственное, что мы собираем статистику с точки зрения разработчиков, с точки зрения пользователей, слежим тоже построить для себя большой дешборд с точки зрения пользования в целом всего, что есть на сервере Power BI, но вот то, что я для себя подчеркнул, что у нас нет именно показателей по приживаемости, то есть у нас нет отдельной аналитики, то есть мы это достать безусловно можем, но как-то мы на это не акцентировали внимание именно с точки зрения там да, понял, спасибо. Так, ну давайте перейдем к вещам, немножко на технику посмотрим. ну вот сейчас у нас pipeline сбора данных выглядит примерно так, основной источник это SAP ERP плюс Quintic понятно, что за SAP у нас просто интегрирован с разными другими системами, но через него мы уже можем много чего забрать. При этом есть много шероховатостей скажем так учета, которые лечатся как я думаю во многих промышленных компаниях через Excel его подгрузку. из скажем так практик, которыми хотелось бы поделиться, вот есть SAP ERP, в нем 130 тысяч связанных таблиц. забирать их все в озеро, но это строить второй SAP, кто заниматься таким не хочет и не будет. Поэтому мы забираем все через BV, но при этом встает вопрос, в BV сможет быть строить сразу витрину для Dashboard и подключать табло напрямую, но практика показывает, что это не очень эффективно. BV это такая отдельная вселенная, как и SAP в целом, довольно инертная, у нас по крайней мере. Поэтому мы договорились о том, что мы в BV будем делать набор витрин в привязке к физическим сущностям конкретным, с полным набором атрибутов. Проблема в чем, что у нас есть транспортировка машин и у нас есть куча атрибутов по рейсу машины, которые лежат в 150 таблицах. Все 150 тащить в озеро и все ключи там все соединять, но нет. На стороне BV, стандартным коннектором это все делает, собирается в одну витрину и дальше уже на уровне транспортировки со всеми необходимыми атрибутами отдается в озеро. Это удобно. Сейчас у нас два слоя основных это raw data и ODS. Это мы активно строим детальный слой данных. Проблема текущее состояние, что у нас сложно переиспользовать чужие наработки, дублируются трудозатраты, люди считают одно и то же, и там остатки считают, и здесь остатки считают разными скриптами, при этом метрика одна. ДДС детальный слой должен эту тему полечить. Плюс снизить нагрузку на провод и на железо. Еще из интересного про спрашивал я вчера про спикера про ввод комментариев в обратную связь скажем так каналы для пользователя, чтобы он мог что-то прокомментировать, что-то ввести в дашборд. Вот у нас есть развилка, что у нас есть плагин для табло, куда мы можем вводить какие-то комментарии или менять показатели. Но мы немножко другим путем пошли. С плагином сейчас некоторые проблемы в плане закупки. И мы реализуем такую быструю победу, скажем так. Нам нужно транспортировки, которые отгрузились с опозданием, прокомментировать. Поэтому мы будем делать механизм циркулирования, актуализации перечня опоздавших транспортировок. Поднимем Airflow, который будет забирать с вертики с базы данных необходимые перечни отобранных по некоторым условиям транспортировок, класть их на сетевой диск для общего редактирования на SharePoint. Просто табличка типа Excel. и тот же Airflow будет забирать эту табличку регулярно. Получается у нас такой механизм циркуляции комментариев. Довольно удобно. Понятно, что некоторые комментарии уже вводятся в локальные системы, а там, где нет, иногда очень долго сделают доработку или дорого, чтобы их вводить. Это решение быстрое и дешевое. Может быть, поделитесь про особенно ввод каких-то значений в дашборд, какими практиками вы пользуетесь. Спасибо. Примерно так же. Примерно так же. Максим, у нас еще минуту. Все, отлично. Еще один слайд и все. Быстро про команду. То есть из скольких людей у вас состоит, какие роли. У нас есть источник данных, который в случае САПа особенно больше внутри, намного больше внутри, чем снаружи. Кажется, дайте нам табличку по транспортировкам, по рейсам. Через два дня мы все построим. Ну, не тут-то было. Занимается у нас интеграциями в команде один инженер данных. Достает из этих глубоких шахт данные сарей. Кладет детальный слой данных в озере. Дальше архитекторы данных слэш-аналитики собирают из них несколько данных. В команде дежипализации у нас один инженер и три аналитика архитектора данных. Они собирают из них скажем так этих камушков кирпичи уже, витрины придают их. У нас BI-щики делают из этих кирпичей стены в виде дешбордов. В команде два BI-специалиста. И по всем направлениям вот этой команды хватает. Есть владелец продукта я, который ходит такой взъерошенный из дубины и активно взаимодействует с заказчиком в роли бизнес-аналитика. Собирается него требования и генерит спрос. Ну, вот есть заказчик, вот есть и этот, собственно, эти камушки, эти кирпичи у нас в итоге превращаются в такой замок. Может быть, не всегда такой, как мы изначально планировали, но, тем не менее, заказчик в нем может жить. Ну, и вот наша команда в лицах. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо, Максим. Есть ли еще вопросы? вопросы. Так, вопросы вижу есть в чате. Так, у нас 1S, 30 терабайт данных, эффект, оркестровщик данных, кликхаус, BI-платформа, суперсет, далее Power BI. Круто. Спасибо за интересный доклад, Максим, спасибо. Спасибо. Вижу благодарность в чате. Спасибо. Да, если вдруг есть еще вопросы, я думаю, что вы сможете, мы обязательно тегнем Максима, сможете задать вопрос. Как физически выглядит работа? Физически работает дата-аналитика, архитектор данных, пишут скрипты для прикладки из RAW ВДС. Пишут скрипты для агрегации данных, создают витрины, отдельные таблички. У нас так сделано, что инженер отвечает за интеграцию и за раскатку. Поэтому есть песочный контур, есть протовский. В песке архитектор сам создает сущности в виде таблиц и BI-щик может к ним подключаться. Если нужно на прот отдать, то дает это инженер и он раскатывает. Не планируете переходить с табло на российский BI? Ой, страшные вопросы вы задаете, пока не планируем. Спасибо за доклад. Можно как-то презентацию получить для опоздавших. Думаю, да. Записи обязательно будут. По поводу презентации тоже уточним. Если спикеры готовы поделиться презентациями, также вложим в нашу финальную рассылку. Напомню, записи все, кто регистрировался на мероприятие, получат 4-5 мая. Все три дня мы отправим. Также мы отправим полезную информацию, гайды, подборки. Спикеры делятся чем-то полезным, и мы все это упаковываем в одно большое полезное письмо и отправляем вам, как участникам. Спасибо. Так, тогда, наверное, переключаемся на второго спикера нашего, Максим Горбачевский. Максиму Коровину огромное спасибо, благодарны, что сегодня были с нами. Спасибо. Спасибо. Так, Максим Горбачевский, давайте включайтесь. И прежде, да, прежде чем начнете наш коронный вопрос, как в это пришли, как в эту тему пришли, чем, может быть, раньше занимались, чем увлекает и вдохновляет эта тема, почему мы на сне решили выступить. Спасибо. Именно эта тема или инфографика в целом, визуализация в целом? Можно инфографика в целом. Мой путь тернистый, и в инфографику я пришел немножечко не из графического дизайна. Так получилось, что я закончил высшую школу экономики, факультет экономики, и начало моей карьеры было связано с консалтингом, и по работе достаточно часто появлялись всякие задачи, связанные с визуализацией, и тогда как раз начали появляться продвинутые инструменты, новые функционалы в Excel и так далее. И так получилось, что в 2009 году мы на энтузиазме решили попробовать, объединив наш опыт, задачи, которые мы делали в компаниях, в блог, который назвали инфографер, придумали такую несуществующую профессию, кто визуализирует инфографику, кто инфографику делает, инфографер. Так получилось, получилось сделать блог, начали писать, а он достаточно быстро перерос в агентство, потому что писали мы много, сейчас пишем сильно меньше, но при желании можете зайти и почитать что-нибудь. И тогда еще никаких учебников по контент менеджменту не было, это было все такое новое, новое, новое. И большой интерес был у аудиториков, так к этому мы получали очень много позитивного отклика, поэтому мы конференции проводили в свое время, мы журили во всяких университетах, смотрели работы студентов, свои какие-то методические материалы писали, в общем, такое было бурное время, сейчас это уже все развелось туда, куда и должно было развиться, в общем, я бы так сказал, то есть сейчас вы все здесь не в последнюю очередь, потому что вы знаете, что такое визуализация, еще 10 лет назад, в общем, об этом знали 3,5 человека, и максимум, что было Excel 2007, вот, а на Oracle и на IBM без слез было крайне сложно смотреть, вот, это сейчас у нас у всех уже есть табло и так далее, вот, так что это личный интерес, который трансформировался из бизнеса, из консалтинга в что-то такое на стыке бизнеса и красоты, вот, и то, о чем я сегодня буду говорить, оно имеет, с одной стороны, немножко теоретическую основу, с другой стороны, сильно, весьма и весьма практическую, потому что то, что я пропагандирую, это подход, который называется основой fundamentals, то есть если ты понимаешь основы, как и что, к чему устроено, то тогда ты должен понимать, тогда ты легко понимаешь все остальное, потому что нахватать каких-то практических рекомендаций про это, про это, про это можно, но не поняв системы, в общем, когда будет следующая, другая задача, будет крайне сложно ее превратить во что-то, в какое-то качественное решение, вот, и моя школа прошла через, моей школой был дизайн медиа, потому что те знания, которые мы получили в визуализации на старте, они пришли от дизайнеров, которые работали с инфографикой в прессе, это журналы, газеты, тогда еще даже онлайна, в общем-то, было мало, и те основы, которые тогда, те основы, которым тогда нас научили, в общем, это оказались те самые фундаменталз, которые до сих пор мы применяем в агентстве ежедневно, когда работаем с чем угодно, с презентациями, со статическими или с большими интерактивными проектами, в общем, это все такое, в общем, разницы нет, скажем так, вот такая небольшая история, вот такую небольшую выгодную. Запускайте демонстрацию, будет интересно увидеть, услышать ваш доклад, а пока спрошу, сразу зацепилось, тогда, наверное, интересно, если можно коротко, если вспомните, самого необычного или самый сложный клиент, заказ, который к вам пришел, вот что-то такое экстраординарное. Знаете, абсолютно все клиенты немножечко разные, в этом кайф, с одной стороны, потому что ты не зацикливаешься на одной задаче, с другой стороны, в этом же и сложность. Ну, расскажу о нескольких самый пик, скажем так, необычной задачи пришелся где-то год на 2011-2012, когда уже все услышали, что такое инфографика, что есть такое слово, но еще мало кто понимал, что это. Поэтому к нам обращались за визуализациями всего, что только можно. Визуализировать, например, трехсторонний договор, например, юридический, или же, например, визуализировать, я еще дальше, кстати, расскажу, систему антологий, это покруче википедии, то есть система, в общем, система, по которой уложены все знания человечества вот в какую-то там многомерную систему. Вот. А из последнего актуального поделюсь одним примером, это визуализация управленческого учета. Представьте, что есть компания, в которой есть управленческий учет. Компания занимается, не бухгалтерский, управленческий, оперативный. компания занимается поставками, ну, скажем, допустим, пусть зерна. И компания поставляет своим клиентам, компания продает на бирже, поставляет своим клиентам. Много. И компания разработала свой внутренний управленческий учет в размере порядка 150 различных показателей. Она учитывает продукцию по количеству, по качеству, по ценовым показателям и по что там еще, price quality, value и quality, да, количество, качество, цена, объем, деньги. Вот. И компания столкнулась с тем, что она не смогла объяснить, не может объяснять своим собственным сотрудникам, как же она устроена, как проходит весь этот учет. То есть, потому что нужно четко, чтобы быть прибыльным, нужно, вот, когда ты продаешь какие-то подобные вещи, работать на marginal gains, нужно выискивать точки своей эффективности, отслеживать, какую продукцию ты продаешь, по какому качеству, все ли ты отгрузил, сколько у тебя осталось на складах, сколько на складах, сколько в силосах, сколько ты погрузил, погрузилось ли все, сколько догрузить и так далее. И все это нужно учитывать в разных, в многомерке, потому что это все разное качество, разные, разные цены и так далее. И пришли они к нам к задаче, помогите нам огромную, кстати, табличку 150 показателей, 150 формул, даже не показателей, а формул, помогите нам представить это визуально. И, соответственно, проект длился больше года суммарно, потому что мы визуализировали и бизнес-процесс, то есть это представилось и в бизнес-процессе, и в взаимосвязанных структурах показателей, какие-нибудь там диаграммы вена, например, и в каких-то многослойных структурах, которые показывают взаимосвязь показателей, как цены устроены, как изменяются цены в зависимости от цены на бирже. И в итоге табличка 150 показателей превратилась одновременно и в презентацию, и в брошюру, и в даже печатные материалы, и в постеры, которые они потом повесили у себя на... постеры, которые они повесили у себя в офисе, даже для оформления. Вот. А настолько вот эта вот сложная финансовая математика, вроде бы простая, но сложная для того, чтобы вот все это охватить единым взглядом, стала доступна обычным сотрудникам, и теперь основная проблема, которая была решена, состоит в том, что теперь, если кого-то спрашивают, посчитай-ка мне вот этот именно показатель, он понимает, про что это. Он понимает, что это не просто там 4, 5, 6 букв, которые в показателе зашиты в каком-нибудь акрониме, а что это... Ну, он может это прочитать, он понимает, про что это, и, в общем, скорость взаимодействия сотрудников компании явно возросла. И более того, эта разработка была даже наша совместная запатентована. Вот. Вот такой кейс из недавнего. Класс, отлично, спасибо. Так, видим много слайдов. Вы опять видите много слайдов? Да. Так, ну-ка. Это очень странно, подождите. Сейчас. Я же специально переключил. Сейчас. Сейчас видим много. А если вот так? Да, отлично. Сейчас отлично. Большой слайд. Супер. Спасибо. Итак, окей, давайте поговорим сегодня о визуализации и о дашбордах. Но начну немножко издалека, как я уже немножечко открыл чуть раньше. Мы будем говорить о наглядности. О том, что такое наглядность. потому что вот давайте там светофор в самом простом примере, да, он нам показывает. Он просто понятен с детства нам всем. И лучше знать, чем не знать, как он работает, потому что это чревато серьезными проблемами со здоровьем. И когда я говорю о наглядном, это я говорю о том, что наглядный это такой, который недвусмысленный, доходчиво, понятный, доступный для понимания и совершенно однозначный. Это важное слово, вот наглядный, потому что оно немножко устаревшее, мы редко его используем, но по факту вся визуализация, которую мы делаем, красивая визуализация, не очень красивая визуализация, такая, 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 это все можно описать одним очень хорошим русским словом наглядный. Наглядные материалы. В нашей школе там были какие-то наглядные, наглядные материалы. Вот, и если использовать это слово, тогда очень легко будет тогда говорить про изображения, такие как, например, вот это. Наглядно ли, понятно, что имеется в виду на этом борде, на этом дорожном знаке? Нет, там написаны какие-то слова, нужно прочитать этот текст для того, чтобы понять, что через 600 метров на самом деле поворот направо. Вот, и при этом еще и обладать знаниями, познаниями в испанском. И мы, вы, конечно же, можете шутить, что ага, аха-ха, все это, все это мы на самом деле уже видели много раз, и что мне тут в очередной раз рассказываете, но это встречается реально везде, повсеместно, и у нас в работе, в нашей с вами тоже, иногда на что-то времени не хватает, иногда просто как сапожных без сапог, поэтому вот, например, такая вот вывеска на вокзале, ну, в общем, скорее правило, чем исключение. Хотя, конечно же, мы все стремимся к тому, чтобы сделать вот информацию настолько понятной, как визуализация вариантов кофе. классическая картинка, я думаю, что многие из вас видели, вот, если кто-то видел, поставьте плюсик, мне интересно, сколько из вас уже видели это раньше. Плюсик, если видели, и минус, если не видели. Вижу плюсики, вижу плюсики, вижу плюсики, угу, и сами в Excel делали, замечательно, спасибо. Итак, давайте дальше. О чем я говорю? Когда, для того, чтобы понять о том, как что-то представить визуально, я разделю все, что все, вообще всю визуализацию, давайте на три, очень таких базовых, простых, логических блока, вот, как пирамидка по уровням сложности и по уровню ответственности. На нижнем уровне у нас будет визуализация данных, некая data, я еще сопроводил описание английским текстом, которое более точно, наверное, передает смысл через английскую формировку. визуализация данных, визуализация информации, которая доносит логику и визуализация знаний, которая доносит смысл. На первом уровне у нас графики, графики, просто визуализировать данные, посмотреть, что в табличке, это, ну, первый уровень базовой визуализации, карта, это тоже, мы просто смотрим, где что, и табличка, это тоже, это тоже визуализация, тоже данные, И при этом в зависимости от того, как располосовать ее, естественно, будет вноситься разный смысл. Горизонтально ее располосовать, вертикально или никак не полосовать. Я не открываю вам здесь никакой Африки, но эти fundamentals важно понимать. На втором уровне мы переходим к информации. Что такое информация? Что такое логика? Это взаимосвязь. Это взаимосвязь переменных, каких-то отдельных чанков, отдельных блоков, кусков данных. Например, визуализация бюджета России – это уже в каком-то смысле информация. Видны не только статьи, не только списки, не только цифры, но и относительно друг. Они видны друг относительно друга. Становятся более понятны относительные объемы. И таким образом вот простраивается уже общая логика. Не просто цифра с табличками. Или же, например, путешествие, карта о путешествии, которая взаимосвязывает, каким-то образом взаимосвязывает точки, показывает, где, когда, что было. А на третьем уровне – знание. Это очень часто даже и виз цифр. Вот данное конкретное изображение, например, это визуализация бизнес-плана объединения двух инвестиционных компаний. Как будет оно работать? Каким клиентам оно будет служить? Что будет делать? Все на одной странице в данном случае. И оно показывает смысл. Что же в итоге будет? То есть это уже даже не логика, это уже даже немножко дальше за высшую по уровню осмысленности. То есть что стоит за логикой? Какие смыслы стоят за ней? Давайте обратимся к данным. Как работать над данными? Для начала небольшой пример. Вот есть некая табличка. Самая простейшая табличка на население России и СССР, которую можно найти в Википедии. И если… Вот есть такая табличка, есть график, который соответствует этой табличке. Вот он в Википедии болтается. Если мы возьмем этот график и попытаемся его визуализировать, то тогда как-то более понятно, то у нас получится следующее. Получится среднее изображение, которое показывает, что у нас городское население возрастает, сельское и общее население возрастает. Но из этого изображения не так видна динамика, не так видны изменения, соотношения этих частей. И в итоге, если, например, достаточно, лишь поменяв ряды местами, поставив сельское население вниз, а городское вверх, мы имеем возможность видеть, что основной прирост общего населения произошел за счет городского населения, тогда как сельское не настолько критически сильно снизилось. То есть, в общем целом, село осталось там же. А если мы посмотрим более внимательно на табличку, то мы увидим, что на самом деле до определенного момента у нас не было регулярной статистики населения, есть разрывы, были какие-то отдельные замеры, и этого не очень хорошо видно на вот этих графиках. То есть, они как просто сплошные. И поэтому, добавив дополнительные ряды данных в другом виде, ну, допустим, вот самый простой быстрый Excel, который можно было построить, да, вот там слева столбики стоят, показывая другим типом, да, другим типом визуализации или точками, или как еще угодно, мы даем возможность зрителю понять, что там было как-то что-то чуть-чуть по-другому. И если у нас нет особых требований к качеству визуализации, уже даже на таком вот уровне, просто в Excel, какой-нибудь базовый график уже может быть достаточен. Почему я об этом говорю? Потому что графики… Почему я говорю про смысл? Потому что когда мы проектируем какой-нибудь дешборд, например, да, мы проектируем фотографики. Мы должны заранее понимать, например, как у нас будут структурированы те или иные данные. Если, например, у нас получается так, что какой-нибудь пайчарт, в котором будут получаться очень-очень-очень похожие значения, то их крайне сложно сравнивать между собой. И в итоге может получиться так, что будут на дешборде практически одинаковые пайчарты, которые будет крайне сложно сравнить. Поэтому логика данных и структура данных, которая зашита до цвета, которая зашита в тот момент, когда мы строим структуру, когда мы строим логику, это важно. И это позволяет нам уйти от эмоций, позволяет уйти от графики и сконцентрироваться на смысле. Ну, для того, чтобы в частности… Извините, чуть-чуть прыгает. Для того, чтобы не получались, например, вот там подобные, конечно, франкенштейны, такие, как, когда, например, здесь в данном случае графический дизайнер в прессе проценты забил просто в какое-то изображение, которое использовал в качестве эмоционального фона, не более того, не понимая того, что он делает. Конечно же, вы так никогда не делаете, но… И это пример экстремальный, но тем не менее. И это меня подводит к теме, которая называется «Вид диаграммы, вид графика». Мы в свое время делали шпаргалку по графикам, которая, наверное, помогает выбрать самый правильный график. В зависимости от того, что необходимо донести, какие данные, о чем здесь конкретные данные и те или иные. Иногда бывает один вариант, иногда бывает несколько вариантов. Есть четыре… Отвечая на вопрос, что нужно показать, есть четыре варианта. Сравнение, распределение, структура, состав. И в зависимости от этого, бегая по шпаргалке, вы, соответственно, можете получить тот или иной вариант. Конечно, с тех пор количество графиков еще несколько добавилось. Появились еще некоторые интересные варианты визуализации. И они продолжают добавляться, поэтому эта шпаргалка может расти бесконечно. И даже в самом простом случае, в случае самых простых диаграмм, есть очень интересные фишки и приемы, которые можно и стоит учитывать в работе. Во-первых, поговорим про то, что данные, которые последовательные, то есть, например, года, которые следуют один с другим, стоит отображать в виде, расположив слева направо. А есть бывают те, которые мы ошибочно ставим на подобную же шкалу. Например, вот дам пример под портрет аудитории интереса. То есть, вот этот график, который очень часто встречается в тех или иных презентациях, такой вид графика. Какие в нем проблемы? Проблема состоит в том, что здесь качественные данные, а не последовательные. Это набор дискретных элементов, поэтому читать такой график крайне сложно. Попытаться как-то повернуть надписи, это будет еще ужасней. А самое главное, он дает неправильный совершенно месседж. Он дает месседж динамики вместо месседжа рейтинга, которым по факту является. И переворот такого графика просто вертикаль на 90 градусов уже решает абсолютно все проблемы и дает возможность с ним работать. И таких примеров много. И есть, конечно же, множество нестандартных диаграмм. Наверняка нет необходимости вам рассказывать о том, что и бывают ватерфоллы, циркусы, буллетчарты и так далее. Вы наверняка многими из них используетесь. Мои любимые вообще это буллеты, которые помогают визуализировать план-факты. Я не буду сейчас подробно останавливаться на всех вариантах. Я лишь скажу, что да, в зависимости от инструмента, варианты очень сильно различаются. Вот, например, исключительно для примера я даю пример суперсетового набора, что в суперсете сейчас можно сделать. Приятный очень инструмент. А те же самые водопады и прочее при должном уровне внимания к рекреативу можно использовать для целого ряда полезных визуализаций, как, например, соотношение плана и факта при постройке, например, сетей. Или же, например, показать финансовые данные или данные по количеству абонентов в простом и понятном виде для совета директоров. А если использовать какие-нибудь параллельные координаты, то это дает очень приятные, совершенно понятные картинки, которые можно использовать дальше в той же самой презентации или отчете и так далее. Вот, или сам Кей, например, сам Кей, или, например, Alluvial Charta, вот эти называются. Например, данное изображение показывает, откуда и куда перетекают беженцы. Изображение 2014 года уже. Это не про текущих беженцев, а других. Вот, и проблемы состоят в том, что вот вроде бы и все мы делаем с хорошими графиками, с хорошими графиками, а потом регулярно бац-то стыкаешься вот на такое. Вот график, например, который в отчете ММК, да, вот 2019 год. Везде и повсеместно, опять же, вот кворум общих собраний акционеров по ММК, динамика. Вот, во-первых, у нас динамика поставлена непонятно откуда, откуда, где начало, где конец, где первая, где последняя. Во-вторых, ось не от нуля, а черт знает где. В-третьих, окончания этих графиков, они едва вины. В целом, график превращается в совершенно бесполезное украшательство, которое никто никогда читать не будет. Для того, чтобы сделать качественный график, есть правила. Вот я вкратце описал здесь 9 правил качественного графика, исследуя которым можно избежать большинства базовых ошибок. Это правильное использование осей, легенды, подписи, добавление эстетики. Не надо заставлять зрителя делать самостоятельные популяции и так далее. Давайте сейчас на этом останавливаться не будем, а пойдем дальше, потому что это все тоже очень интересно. И мы, например, делаем на эту тему целый отдельный мастер-класс, целый воркшоп на 8 часов, в котором мы помогаем аналитикам делать, создавать, улучшать свои визуализации, отчеты, презентации, как корректнее доносить информацию с помощью цифр. То есть для аналитиков это такой бесценный курс. Послеповатый текст – это предзажмульте глаза и представьте, где у вас основной акцент во внимании. Я чуть дальше об этом расскажу. И если внимание сконцентрировано не там, где вам нужно, то есть некие проблемки. И я даже не касаюсь фактора лжи и манипуляции с данными. Здесь есть целая огромная отдельная тема. Это связка, этика этого вопроса. Это вообще отдельная тема. Лишь одну картинку приведу. Наверняка кто-то из вас видел ее. Сколько кто процентов голосов получил на выборах. Таких изображений много. И очень часто они не случайные, а специальные. То есть в данном случае я говорю не про 146%, которые получились, скорее всего, случайные, а про реальные подобные штуки. Это в значительной степени этика, манипуляция, управление коммуникацией. И так как мы говорим про коммуникацию с вашими зрителями, с теми, кто смотрит результаты ваши дешборды, с теми, кто смотрит ваши отчеты, соответственно, манипуляция – это либо… Ну, окей, оставим этот вопрос. Оставим вопрос этики сейчас пока в стороне. А мы потихонечку будем переходить к диджиталу. Давайте поговорим немножко про интерактивные визуализации. И начнем мы с ИА. Но не с этого ИА, который у нас в мультике, а мы поговорим про информационную архитектуру. ИА – информационная архитектура. Ну, или архитектура информации. Архитектура, конечно же, сначала всем кажется, что класс, архитектура, очень красиво, сейчас будем говорить про красоты. На самом деле, опять нет, я опять вас остановлю. Мы будем говорить про очень скучную вещь, про архитектуру. Потому что все эти красивые дома в основе собой имеют скучные расчеты и скучные структуры и тысячи человеко-часов людей, которые потрачены на это. Информационная архитектура – это такая штука, я даже не стал переводить это изображение на русский язык, оно мне очень понравилось, не буду копирайт забирать у автора. Суть информационной архитектуры – соединять людей с контентом. Правильно разместить информацию, дать правильные, правильным образом оформить и дать надписи и теги, и дать правильную навигацию пользователю так, чтобы он получил нужную себе информацию. И можно поменять местами слова и чуть более правильно по-русски сказать архитектура информации. Просто на русском языке этот термин не очень хорошо, не очень часто применим. А вот на английском IA – Information Architecture – он типовой. Соответственно, и он идет на пересечении трех вещей. Задача пользователя – контент, контекст. То есть вот есть некий пользователь, у него есть определенные задачи, с которыми он пришел к вашему, на ваш цифровой продукт. Посмотреть некий контент. И при этом он существует в некотором контексте. Контекстом может быть его какая-то определенная ситуация или что угодно еще. То, что описывает, как он там оказался. Соответственно, в простейшем виде информационная архитектура выглядит как просто схемка структуры информации. Вот простенький сайт, простенький магазинчик, в котором есть главная страница, товары, есть корзина и, соответственно, какие-то действия. Вот так выглядит информационная архитектура простого сайта. То есть уже как-то непросто, да? А что делать с дешбордами и прочим? И вот здесь я предлагаю немножечко пофилософствовать на тему сценариев взаимодействия с контентом. Представим два варианта. Вот в первом варианте, как супермаркет, человек заходит и набирает себе сам ту информацию, которая ему нужна. Во втором варианте он как в Икеа. То есть его ведут по залу, он не может свободно перемещаться по залу, его ведут. Он идет сначала в гостиные, потом смотрит диваны, потом смотрит кухни, и только потом он дойдет до того, что ему реально нужно. И эти два сценария, они основные, на мой взгляд, в вообще работе с визуализациями, которые связаны с данными. Потому что либо вы даете человеку возможность самому работать с информацией, которую вы ему предоставляете. То есть вот мы тебе все дали, мы тебе какой-то сценарий предзадали, ну а дальше сам. Либо это такой guidance, как бы по-английски ведомый подход, когда вы заранее программируете ему всю цепочку его взаимодействия с контентом. Давайте покажу на паре примеров. Вот, например, график, который показывает количество уникальных слов артист-рэперов, которые... Сколько у каждого из рэперов уникальных слов в их лексиконе, в их песне. Соответственно, все расположено по оси. Изучай, хочешь сам, вот переключайся, все сам изучай. Сейчас я включу демонстрацию. Небольшую простинку. Да, я тут все включу. Да, вот он, локагуляр. Простинка, визуализация. Экран виден? Меняется что-то? Скажите, пожалуйста, меняется ли экран? Ничего не меняется. Да, ничего. Ничего не меняется. Так, сейчас я попробую дарить стартнуть. А, я понял, как это делать. Все. Сейчас. Так. Есть? Теперь показывается? Да, теперь показывается. Страничка с полицидом. Так. Соответственно, очень простая визуализация. Тут нет необходимости останавливаться. В общем, сам что-то нажимаешь, сам что-то выбираешь. Вот он тебе показывает чего-то. Вот изучай сам. Сторитейлинга – ноль. А теперь посмотрим на следующий пример. Например, как американцы перемещаются на автобусах. Американцы, бездомные американцы. И когда мы начинаем смотреть вот эту визуализацию, то мы начинаем не просто читать, мы начинаем не просто смотреть график или какую-то карту, а мы начинаем изучать историю. И в каком-то смысле я не могу переключиться дальше, пока не прочитаю предыдущий элемент. Вот я скроллю вперед, назад, я скроллю вперед, назад, и она двигается, соответственно, к тому сценарию, который заложил автор. Тут дальше еще можно почитать и так далее. Еще один пример. Пример изучения, о чем, чего боятся люди в мире. Интерактивная визуализация, которая показывает слева, слева страны, сверху 7 наиболее типовых опасений, которые жители этих стран высказали в тех или иных опросах. Соответственно, наводя на определенную страну, мы можем видеть, как эта страна подсвечена по тому или иному уровню типа угрозы раскидывается. Соответственно, изучить здесь можно, сам читаешь, изучаешь, что-то можно нажать, что-то посмотреть. Ну, в общем, такое, самостоятельное изучение. Если же, например, перейти к, посмотреть пример, сейчас загрузится еще два. Еще один пример самостоятельного изучения, но уже более сложным, формат, по сути, энциклопедии. Энциклопедия людей, которые закончили Ironman. Я не знаю, все ли в курсе, что такое Ironman или нет. Популярно стало в последнее время, да, это соревнование спортивное, в котором нужно пробежать 4 километра, проехать 180 километров и пробежать парафон. Вот. И сделано было исследование, которое показало, что, ага, вот такая-то статистика по годам, что вот количество российских Ironman все от года к году увеличивается, появляются такие-то новые спортсмены, они распределены так и так-то по возрасту, есть мужчины, женщины и так далее. И можно посмотреть их географию стартов, откуда и где они стартовали, или посмотреть, например, результаты, как они вот как они финишировали, то есть такая некая получается энциклопедия, энциклопедия людей, энциклопедия, в которой ты сам что-то смотришь, нету определенного четкого сценария заданного супермаркета. А вот, например, альтернативный вариант, рассказывать очень похожие идеи, тоже про людей, про космонавт. Буду нажимать кнопку, и эта история рассказывает о том, кто, какие люди летали в космос и высаживались на Луну. Один человечек, это один космонавт, а вот разного цвета это СССР, Россия, США или другие страны. Соответственно, чуть-чуть прокручивая, вот, появляются какие-то визуализашки. Что-то анимированное, что-то появляется, показывается, и при наведении показывается какая-то небольшая дополнительная информация о человеке. Но что здесь можно сделать? Здесь ничего почти сделать нельзя, здесь можно только нажать на кнопку вправо, и эти человечки у нас будут перестраиваться, они будут перестраиваться, по сути дела, в формат красивых графиков на примере из графиков из человечков. И ничего с ними сделать нельзя, нельзя что-то там построить, фильтрануть и так далее. То есть, это по сути одна и та же задача рассказать о группе людей. Была решена, может быть решена и так, и так, в зависимости от цели, потребностей или желаний, как угодно назовите. Возвращаемся к презентации. Сейчас переключу экранчик. Так, снова должен быть, снова должна быть презентация, правильно? Да, отлично, поехали. Я вам показал вот эти примеры, для того, чтобы вы потом смогли сами их открыть. Если интересно, я оставил ссылки на них для примера. Их много, я лишь несколько показательных вымолваю, чтобы вам было интересно посмотреть. И теперь мы переходим к самому интересному, конечно, к дэшбордам. Панель прибора, дэшборд, 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 как угодно. В общем, я как-то привык изначально по английскому, по английской фонетике дэш это дэш. Изначально давайте опять же немножечко фундаменталз, дэшборд, он пришел вот отсюда. То есть не было, не всегда, дэшборд это не нечто, что появилось внезапно в компьютерах, дэшборд это стандартное английское слово, которое отображает дэш панель борт, дэшборд, панель, они были есть всегда, вот дэшборд в машине, вот он такой. И принцип, который заложен в дэшборде в автомобиле, только самое важное, ничего лишнего, нужные индикаторы показываются определенным цветом, и если помнить про этот принцип, он очень сильно освежает каждый раз, когда хочешь либо какие-то красоты надевать, или какой-то дэшборд усложнить. Ничего лишнего, только все самое нужное. Я не говорю про то, что надо обязательно делать очень простые дэшборды, в мотоцикле вообще всего лишь только одометр и все, потому что больше там ничего не надо, потому что это связано напрямую с безопасностью. В машине можно побольше, в самолете можно еще побольше, и на самом деле, вот что важно подчеркнуть, это не есть плохо. Вот самолет, он тоже нам нужен, и если разобраться, то в целом понятно, из чего устроен, это просто так называемый learning curve, кривая внедрения изменений, кривая насколько сложно изучить этот дэшборд, а начать им пользоваться, ну просто вот этот gap, вот это будет чуть-чуть планка, которую нужно преодолеть пользователей, чтобы начать им пользуются, она будет чуть больше. Если говорить про дэшборды, вот это как в презентациях, все говорят презентации, вот мы два дня назад говорили, продажные презентации, нет такого продажной презентации, у презентации есть ряд целей, в зависимости от, и одна из целей продать, вот, поэтому вот бывает презентация аналогичная, презентация аналитическая, бывает презентация продающая, бывает продажная, но не продающая, каждая презентация в итоге должна продавать, например, то, что в них заложено. То же самое дэшборды, вот если их разделить на три основных класса, убрав что-то лишнее, вот я бы назвал их как оперативные, аналитические, стратегические. Первые еще можно назвать как ситуационные центры, которые говорят о том, что происходит здесь и сейчас. Вторые это аналитические, которые показывают какие-то тренды, проблемы. Третий стратегические, некий helicopter view, как по-английски еще говорят, то есть и все это в общем целом каждый из этих трех можно назвать one-pager, тоже популярное английское слово. Вот, стратегический, показывающий KPI. И когда мы говорим про дэшборды, мы очень часто говорим, ага, вот он дэшборд, хороший или плохой, а надо понять, с какой задачей этот дэшборд приходит, потому что те критерии, которые применимы оперативно на дэшборду, они, например, совершенно неприменимы к стратегическому. Вот оперативный в простом примере, это, например, тот же самый Google, например, дэшборд Google Analytics, оперативная информация, time relevant, какой-то снапшот, какой-то срез на здесь и сейчас. Вот что происходит прямо здесь, прямо сейчас. Умный дом это тот же самый дэшборд. Вот что происходит прямо здесь, прямо сейчас, лампочки включены или нет, выключены, какая температура, включить ли, какая погода сейчас, это вот текущий оперативный статус дэшборд. аналитические дэшборды, они дают уже какой-то более срез аналитический, где мы сейчас, что изменилось, какие ключевые выводы из текущих метрик можно сделать. То есть уже больше выводов можно сделать, уже чуть меньше каких-то могут быть уже какие-то производные метрики. И на третьем уровне стратегические дэшборды, это прежде всего KPI, уже в части не KPI верхнего уровня, относящийся к бизнесу. Уже зачастую много нецифровой информации, которая относится к качественной информации, не количественной, а качественной информации. И требует достаточно большое количество вот этой IA, информационной структуры, архитектуры, потому что для того, чтобы построить один дэшборд для руководителя крупной FMTG компании, иногда нужно потратить тысячи и тысячи человек и часов. В конечном итоге он будет выглядеть как полтора графика. Да, конечно, не любой дэшборд это дэшборд, я уже говорил про это, просто еще раз напомню, что есть везде и всегда мы встречаем слово дэшборд, 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 это просто некая стартовая панель. Не каждый дэшборд является дэшбордом, это просто заглавная стартовая страница, но в английском языке нет слова стартовая страница, дэшборд это тоже стартовая университет. Как делаем? Делаем мы дэшборды в одном из трех подходов, либо мы идем от данных, либо мы идем от картинки, либо мы идем от проблем, скажем так. И чуть-чуть давайте обсудим каждый из них. Если мы идем от данных, то в общем получается так, что как структурировать хаос? Если структурировать хаос, то получится структурированный хаос. В общем вполне понятно, что нужно идти не от данных. Зачастую заказчики приходят к нам с данными, но при этом говорят, нам нужно чтобы красиво вот как на этом примере. Это подход от картинки. Просто хочу, чтобы было красиво. Такой подход тоже обречен на провал, потому что цель результата эффективного достигнута не будет. И, конечно же, правильно идти от проблем. То есть нужно для того, чтобы идти от проблемы, нужно понять, кто пользователь, какие у него первоочередные вопросы, какова физическая сущность выбранных показателей. Это те самые выборы графики и так далее. И только затем идут проектирование, макеты, программирование. Вот если ответить на вопрос, какие у него первоочередные вопросы, то тогда можно понять уровень иерархии информации. Те самые, про которые говорил Максим до меня, тот же самый пирамид Минто, здесь нет каких-то особых священных гралей у каждого. В общем, мы все крутимся вокруг одних и тех же методик, потому что они понятные и универсальные. Именно поэтому важно понимать основы, фаундейшены. Понятно, какие вопросы мы можем разделить информацию на критичное, важное и для сведения. Сделав это, мы можем структурировать всю информацию, которая у нас есть на определенное количество экранов. Например, сводный экран, дэшборд верхнего уровня, отчетные дэшборды по каждому из секторов, на нижнем уровне какие-то дрилдауны с возможностями, например, настройки вида, допустим, какой-то инфильтрации. Это уже второстепенно. Когда мы строим вот такую информационную, когда мы можем с помощью логики простроить вот такую информационную структуру, тогда мы эффективно достигаем конкретного результата. И дальше, уже потом, после структуры, проектирование макеты, в общем, тот же самый выбор, графика с помощью шпаргалки, это уже сугубо технические задачи, которые, это как навык. я в начале сказал, что рад тому, что у вас здесь очень много, и в принципе, вот спустя 10 лет, после того, как мы запустили инфографию, сейчас уровень визуальной грамотности на порядке выше. То есть, все, что я вам рассказываю, я думаю, что вы большей части уже знаете, конечно. 10 лет назад, в общем, только лишь единицы об этом, про это слышали. И я рад, что в том числе мои усилия по обучению многих сотен людей дают такие результаты, по сути, это визуальная грамотность целого поколения. И я продолжаю, ежедневно продолжаю, люблю это делать. Вот. Давайте поговорим чуть-чуть про вот как проектировать вот этот самый стори-теллинг, этот самый супермаркет, когда мы решаем аналитические задачи. Вот. Я придумал подобную схему эволюции ценностей, эволюции ценностей аналитической работы. На первом этапе вот у нас просто некие данные, которые, ну, некое сырье. Данные формируются в отчет, отчет если сделать аналитику данных, то тогда получится некий анализ, если же сделать этот анализ не просто анализом, а еще и с какими-то выводами, то будет некое решение, а если не просто сделать какие-то решения, но и предложить какие-то действия, то, соответственно, в итоге мы приходим к тому, что ценность данных состоит в том, чтобы стимулировать некое действие, данные цены не сами по себе, а потому что они должны быть в итоге actionable, они должны давать какую-то информацию, которая необходима для принятия решений и действий. Если мы говорим про ситуацию отчета, то это показать данные четко, корректно, без ошибок, а если мы говорим про следующий этап, про решение, то это в каком-то смысле продать свое мнение, мнение аналитика очень часто может быть дебейтабл, конечно, но оно может быть субъективным. Настоящий аналитик думающий, предлагающий, то есть он подносит патроны как план к действию, как руководство к дальнейшим делам с пояснениями, что. И, соответственно, если мы по этой схемке разберем два типа тех самых супермаркетов и Икеи, про которые говорил раньше, то, в общем, первый уровень это self-driven analytics или, если по-русски сказать, вот такой супермаркет, где передается принятие решения на пользователя. А когда нам необходимо какое-то решение, определенное вложить в голову нашего зрителя, вот тогда получается, что нам необходимо более guided, более такой guided analytics, такая более дочь, когда у нас зритель ведомый. Напомню эти самые два изображения про супермаркет и про Икею и проиллюстрирую одним простым примером. Мы говорим о принципах прежде всего. Вот два изображения, которые одно и то же, про одно и то же, с одними и теми же надписями. Вот какой из них больше помогает вам понять, больше увидеть фокус внимания. Соответственно, второе на порядок более четкое, чем первое исследовательское, второе определенное сфокусирование внимания. Как управлять вообще этим фокусом? Все достаточно просто. Есть принципы гештальта для визуализации. Я сейчас ограничусь всего лишь одним слайдом. Это отдельная большая тема, там можно много чего и попрактиковаться, и поизучать. Четыре определенных принципа – близость, схожесть, замкнутость, непрерывность, которые структурируются в зону фокуса, то есть сфокусированная подача, четкая фокусировка внимания. Я чуть раньше говорил с вами про подслеповатый тест, и вот, собственно, это примерно вот это про это. То есть, если фокуса нет, если фокус размыт, тогда вот приведу пример ужасного, совершенно полного отсутствия фокуса, вот разворот. Конечно, это печатка, конечно, это не диджитал, но мы же, например, мы же должны на каких-то ворвиглазовых примерах работать. Вот, соответственно, ворвиглаз из печатки из какого, не помню, издания. Вот, когда все такое одновременно равномерно. Вот, идем дальше. Соответственно, придумав структуру, дальше оформляем. И с оформлением в принципе нет проблем. То есть, можно что угодно сделать. Можно даже вот, я недавно столкнул в YouTube наткнулся вот на такие изображения, и это дешборды, которые сделаны в Excel. Вот, я тут даже скриншот сделал, там целое часовое видео, показано, как это все настраивается прям с нуля, от белых таблетек вплоть до вот такой полноценной системы, которая еще там что-то нажимает. Вот, в общем, Excel рулит, Excel моя любовь. и как это сделать, ну, мы сейчас не будем углубляться в детали оформительских работ, вот, можем отдельно поговорить об этом, либо спрашивать эти вопросы. Вот, и покажу пару примеров, пора мне закругляться явно. например, я покажу вам, ну, конечно, он самый, я показал это только лишь не потому, что он не самый удачный, это вообще с точки зрения дизайна, это вообще с точки зрения дешбордового дизайна, это ужас. Я к тому, что дешбордами, во-первых, называют все, кто только можно, что угодно, а во-вторых, ну, как бы, в том, что, про то, что даже в самых стандартных инструментах можно сделать какую-то невероятную, я не назову эту красоту, невероятную вот налить краски, вот если вот банка краски, представьте, да, вот бывает маленькая банка, да, там чуть-чуть нальешь краски, вот так вот, а бывает вот такой чан-жбан, и вот тут прям вот жбаном вот так вот вылили на экран, вот, в общем, абсолютно лишнее. Совершенно не говорю и не промоутирую никаким образом подобные изображения, нет, вот, я лучше покажу то, то, что в моей душе гораздо больше лежит, а в моей душе лежит, конечно, спокойствие, четкость и простота донесения, строгость дизайна оформления. Вот, например, система, которая, сейчас я переключу, система, которую мы делали для одной, для одной сотовой компании, в общем, у них была вот так подобная аналитическая исходная информация в виде презентации, большого количества презентаций, сейчас, одну секундочку, вот таких презентаций, и в какой-то момент их стало так много, что пора, пора было переезжать куда-то, вот, и в итоге мы придумали, сделали такую кастомную аналитическую систему, которая все это, все это уложила. Почему не какой-то стандарт, какой-то, не какой-то таблёй и так далее, потому что это была система, которая была заточена на чуть более верхний менеджмент, и нужно было кратко и быстро дать определенную информацию по текущей. Вся вспомогательная информация была убрана в контекст, вся вспомогательная информация болталась там на всплывах или где-то, а основной элемент управления состоял в том, что ты переключаешься как по слайдам, то есть, по сути, с одной стороны это дешборды, с другой стороны или квази-дешборды, я бы так сказал, с другой стороны это презентация, по сути, некая интерактивная презентация. Вот. В итоге да, вроде все, вроде все сказал. не всегда нужен подобный подход в случае, когда, например, делали презентационно-аналитический сервис, который называется экспорт регионов для торгово-промышленной палаты, основная задача которого состояла в том, чтобы дать экспортерам понимание того, как легко получить доступ на внешние рынки, необходимо было уложить большое количество разнородной информации в простой презентационный аналитический инструмент. Вот. Поэтому выглядит он гораздо строже, спокойнее и более классическим, чем тот же самый вот этот сервис. Что дальше? И я покажу вам, пожалуй, еще один, в заключении я покажу вам еще один пример, то есть самый аналитический, эксперт на аналитической системе по антологиям. Сами по себе антологии это попытка наиболее общего описания универсума всего существующего, то есть многомерная википедия. Работали мы непосредственно с основателями этого философской, даже больше философии, философский подход. Когда любой объект описывается любым количеством качеств. И очень-очень-очень долго пытались придумывать, визуализировать различные интерактивные визуализации, которые помогли бы навигироваться сквозь бесконечное пространство многомерное этих отдельных терминов. Вот. Вот такой был замечательный проект. Опущу пару слайдов, потому что я вижу, что мы уже долго. И давайте я закончу одним важным слайдом, которым я посоветую вам что-нибудь, что делать дальше. Что делать дальше? Читать три книжки посоветую вам. «Пирамида Менто», да, понятно. Посоветую вам Максима Ильяхова «Пиши, сокращай», и посоветую вам книжку Стивена «Few Information Dashboard Design». Она уже достаточно не новая, но тема хороша, потому что принципы остаются теми же. А посмотреть я вас отправлю например на Information as Beautiful Awards, такой конкурс красивых визуализаций. так уж получилось, что очень многие конкурсы за пандемию конкурсы и всякие премии остановились. То есть вот прям вот как пандемия не пощадила никого, наша индустрия сильно пострадала, мало чего можно посмотреть сейчас, свеженького, актуальненького. Вот Information is Beautiful последний год в 2019 году, но там вполне приятный набор интересных топовых визуализаций, в том числе интерактивных со всего мира. И конечно же, если вам необходимо что-то нарисовать, вы всегда можете обращаться к нам. Мы делаем все и статику интерактив и обучаем. А если у вас есть личные вопросы ко мне, то вы можете со мной всегда связаться через Telegram. Вот у меня я оставлю сейчас в чате даже давайте ссылку. Написал ссылку на меня, если хотите пишите. У меня есть для вас небольшой подарочек, небольшая книга под названием «10 правил качественной визуализации». Это не книжка, небольшой white paper. Если кому-то будет полезно, вы можете написать, и я вам его с удовольствием по Telegram отправлю. Я закончил и готов послушать ваши вопросы. Если есть вопросы, пишите в чат или задавайте голосом, выходите. Если выходите в эфир, просто нереально крутой экскурс. Сейчас дальше прочитаю вопрос. Можете голосом выходить в мир красоты и логики, Дмитрий. Да, соглашусь. Было очень красиво, очень познавательно, очень содержательно. Думаю, да. Ой, я написал почему-то только Максиму Коровину. Сейчас, дождите, извините. Да, пишите. Вот, отлично. Спасибо огромное, Максим. Спасибо участникам. Задавайте еще вопросы, выходите голосом. Очень интересно. Спасибо, да, и поблагодарите. Я от лица организаторов, конечно, благодарю Максима за то, что он сегодня с нами. О, есть вопрос. Где делаются обычно такие нестандартные диаграммы? Нестандартные диаграммы, как правило, есть большое количество вспомогательных инструментов, которые можно, либо, если мы говорим про BI-ки, это, ну, там, достаточно большое количество функционалов уже в BI-ках есть, в том же самом Power BI есть Marketplace, например, да, в котором можно добавлять диаграммы. если же мы говорим о каких-то просто кастомных визуациях, которые нужно сделать, то есть большое количество инструментов, которые решают ту или иную конкретную задачу, ну, например, вот, сейчас я переключился на экран, ну, например, есть такой Raw Graphs. Я придумала, мы попросим Максима дать пару ссылок, может быть, да, и мы ее включим на... Я, к сожалению, наверное, я как раз пытаюсь сказать, что вот их много, очень много, я покажу только один, вот, например, есть Raw Graphs, есть еще очень много, вы туда забрасываете данные, они, и она вам что-то визуализирует. В каком формате она выдаст, это другой вопрос. Очень часто они не примут, очень часто они, например, не применимы для, например, для полиграфии, потому что не дают вектора, например. Вот, некоторые можно имбедить, то есть в зависимости от вашей ситуации, от вашей конкретной ситуации, этих вариантов, этих сайтов, ну, много, правда. Служишь тоже хороший, ну, Служишь тоже хороший, да. А, участники, если вы готовы какой-то комментарий оставить, и, может быть, чем пользуетесь сами, или наоборот, тоже поделиться чем-то, пишите или сейчас в чат, или заходите в наш чат, который будет вам благодарен за то, если вы поделитесь своими какими-то наработками, своими подборками, своими кейсами, своими даже запросами, потому что, повторюсь, сегодня третий день, заключительный, завершающий день нашей конференции визуализация данных, и мы точно будем повторять, мы точно выйдем к вам с анонсами, потому что у нас есть уже на примете спикеры, которые также очень бы хотели выступить, поэтому обязательно следите за нашими анонсами, не удаляйтесь, не уходите от нас далеко, мы как сообщество Сибур Диджитал Комьюнити, мы в принципе стараемся для вас делать полезные ивенты, приглашать интересных спикеров, таких как сегодняшние спикеры, таких как вообще спикеры нашей конференции, смотрите записи наших ивентов, они есть все в канале, есть ли еще вопросы к Максиму? Я вот читаю, вижу, что в эволюции ценностей есть решение, действие и, наверное, результат. Были ли на практике сценарии, когда пользователи хотели видеть на дашбордах свои решения и свои результаты? Чуть перефразирую вопрос, то есть, по сути, типа, мы сделали какое-то решение, а потом через некоторое время получился какой-то результат и вот, собственно, связку показать. Вот. Ну, это редкая на самом деле задача, то есть, в общем целом, как бы максимум, кому что всегда нужно, это аналитический тренд. Ну, вот, отметить, например, что в какой-то момент было какое-то событие, которое повлияло, например, на... было какое-то событие важное, например, даже в Google Analytics, то можно поставить точку, сказать, что вот тогда-то было то-то. Вот. Это хорошее, в качестве напоминалки можно, а так вот прямо именно анализ, анализ причинно-следственных связей, ну, вот, пожалуй, нет. Да, только Matplot, R еще можно. Максим, можно я тогда еще от себя добавлю такой вопрос, он скорее вопрос-замечание. Можно ли сказать, что люди, которые способны, в принципе, проектировать такие визуальные системы, способны даже вот какие-то данные раскладывать определенным образом, структурируя и делая их гармоничными и красивыми, они находят в этом определенные решения, то есть это не просто для того, чтобы оформить что-то, потому что у меня вот есть такое глубокое убеждение, что я, видимо, сама визуал, то есть вот через поиск того, чтобы как-то структурировать информацию, сделать ее гармоничной, не красивой-красивой, да, а действительно наглядной, часто находятся какие-то интересные решения, то есть ты вроде бы их и не искал, но согласны ли вы с этим? Согласен, и более того, считаю, что визуализация помогает увидеть скрытое, вот как говорится, и она проявляет логику, и более того, есть еще один скрытый результат, она позволяет избежать ошибок, потому что, например, в том проекте, про который я начал, и мы сейчас им заканчиваем, судя по всему, про зерно, когда мы визуализировали бизнес-модель компании, визуализировали учет, показали взаимосвязь переменных, выяснилось, что некоторые формулы неправильно посчитаны, потому что, когда мы построили взаимосвязь переменных, мы поняли, что как бы есть несколько дыр в учете, и в итоге сам заказчик уходил себя несколько раз думать, причем так крепко думать, а что же им с этим делать, потому что это немножечко вообще не билось никак на их собственный учет, то есть это была даже больше не просто найденная дырка в формулах, нет, не дырка в формулах, это была более-то дырка в базовой логике вот в учете, что гораздо более значимо, и это было одним из ценнейших результатов, потому что компания начала четче, то есть это неизмеримо в деньгах, я вот, вот, как можно измерить дизайн в деньгах, да никак, сколько дешборд, какой экономический эффект принес дешборд, ну вот напрямую никогда не посчитаешь, вот ценность дизайна, она весьма относительна, за исключением презентаций, которые называются инвесторскими питчами, вот там, если получил бабло за питч своего проекта, вот, пожалуйста, вот презентация стоила 5 миллионов долларов, вот, а здесь, ну, как бы, это все не прямые сейвинги, но очень значимые качества. Ну, это функциональный дизайн, то есть это не красота ради красоты, это абсолютно функциональный дизайн, я пришел в эту сферу, считая, что это абсолютно функциональный дизайн, я продвигаю это до сих пор, как, но всегда, именно как функциональный дизайн, правильно, да? И поэтому рассказывал вам сегодня очень много про фаундейшн, который позволит, используя простые совершенно подходы, прежде всего думать о том, зачем то, зачем это, и только потом уже приниматься за включать компьютеры. И вообще противник, кстати, включения использования компьютера сразу. То есть базовая философия в том, что любая идея должна быть объяснена на салфетке. Если ее нельзя объяснить на салфетке, значит, она какая-то… Значит, там какой-то пак. Да, вот, соответственно, потому что мы когда только открываем тот же самый PowerPoint или тот же самый Power BI или Excel, мы сразу загоняем себя вот так, вот как лошадь, вот у меня есть квадратики, вот у меня есть кружочки, вот у меня есть столбики, вот у меня есть столбики, пайчарты и все. И вот из этих шор надо выйти. Из этих шор надо выйти, беря ручку-бумагу, и вот рисуя, соответственно, на ручке бумаги или там на салфетке. Абсолютно согласна. Спасибо за эту мысль, которую… Да, абсолютно согласна. И вспомнила мой преподаватель по математике уже в университете. Часто говорил, да, правильное решение, но некрасивое. Да, то есть и вот какая-то красота, цифра, красота данных, в этом что-то есть. Я учился в физмате, поэтому… Да, мне кажется, я не знаю, есть ли на других, скажем так, языках вот это понимание, что в цифрах, в данных может быть красота, гармония. У нас говорили красота для тех, кто понимает, да. То есть вот, мне кажется, финализируем мы нашу конференцию очень интересной глубокой мыслью про то, что визуализация данных, работа с данными и работа с графиками, с дешбордами – это всегда поиск, прежде всего, решения, да, решения своих задач. И я надеюсь, что наши спикеры хотя бы за эти три дня хоть немножко приоткрыли, да, и обогатили наших участников этими знаниями. Понятно, что здесь, в этой теме, можно очень долго разговаривать, и я верю, что мы продолжим обязательно цикл наших встреч. Максим, еще раз огромная благодарность за сегодняшний доклад, за эту встречу. Спасибо. Спасибо, Максима. Извини, я перебью. Да, да, им первое. Максиму Кавровичу тоже. Потому что мне было… Подожди минуту. Потому что мне было очень интересно… Извините, пожалуйста, секундочку. Сейчас, секунду. Да, вижу в чате благодарности. Нам пишут, что спасибо. Спасибо Максиму. Да, спасибо. Благодарность организатору. Спасибо вам. Да, спасибо второму Максиму. Я хотел сказать Максиму Коровину, потому что мне было крайне интересно посмотреть пример внедрения в такой крупной организации «Ксибур» и немножко погрузиться. Мне лично было действительно тоже очень интересно. Спикеры писали комментарии, что самый полезный и ценный материал. Мне лично, как практику, тоже было очень интересно посмотреть и на примеры практической реализации. Вот мне кажется, что когда каждый выходит со своим опытом, это вот наша, наверное, такая миссия, когда мы просто становимся средой и площадкой для того, чтобы каждый мог выйти со своим опытом, поделиться своими знаниями, находками, идеями, инсайтами, вопросами. Потому что я очень благодарна участникам, что вы выходите с комментариями, что вы готовы делиться чем-то своим, потому что когда вы говорите с нами, вы обогащаете наш опыт. Будьте с нами в диалоге. Спасибо огромное всем. Тогда прощаемся. Будьте с нами. Наконец, давайте предложу напоследок. Напишите, пожалуйста, чего вам не хватило для того, чтобы следующий ивент про BI-ки сделать. Да-да-да, участники, пожалуйста. Конечно. Потратьте немножко, еще полминутки, сформулируйте, что бы вам, чего бы еще хотелось. Может быть, какая-то область, какой-то запрос, какое-то конкретное, не знаю, подборка, там, не знаю, софт, книги, видео, сайты, референсы, импортозамещение BI будет. Пишите, пишите. Мы обязательно все зафиксируем. Обязательно все возьмем в работу. Подбор факапов. Разбор ошибок – это всегда. И когда люди делятся тем, что у них не получилось, мне кажется, это большая смелость делиться тем, что у тебя не вышло, и какой ты сделал из этого вывода. Отлично. Спасибо. Спасибо огромное участникам. Спасибо. Прощаемся. До встречи в канале. Доброго всем вечера. Спасибо, что вы были с нами. Еще раз отдельная благодарность всем участникам, всем спикерам. Переходите в чат, переходите в наш канал. Так, попрошу Ксению. Ксения, если можешь, выведи на экран ссылочки на наш канал и чат, если получится. Придите за нашими анонсами, участвуйте в наших диалогах. Следующая встреча у нас будет 5 мая. То есть, напомним, мы 4-5 мая отправим вам записи, записи этих трех дней, всех спикеров. Также мы дадим полезную информацию, подборку. 5 мая мы, скорее всего, проведем звонок, кулуарный звонок прямо внутри Телеграм, где мы встретимся, все участники, кто захочет поделиться своим запросом, какую задачу вы сейчас решаете. Мы уже проводили такие встречи, нам показалось это очень интересным, полезным. Приходите, участвуйте. И до встречи. Спасибо всем. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.